Она абсолютная узурпатуша. Ее права на престол равны нулю. Декларируя приверженность либеральным идеям, идеям французских просветителей, действовала предельно осторожно. Дворянский банк принимал деньги под 5% вклада населения. Кстати, не лопнуло. На каком-то этапе мы могли лишить Англию и ее флоту. Если бы приостановили поставки корабельного леса, пеньки и конопли, если чуть-чуть подворовывать, иначе есть что воровать. Несколько лет близости к телу получил 7 миллионов рублей. Добрый день, я приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы будем говорить о Екатерине Великой, Екатерине Второй. И тема очень большая и сложная. Я попытаюсь широкими мазками, определенными блоками рассказать о двух темах. Приятная и неприятная. Приятная тема — внешняя политика Екатерины Второй. Блестящие победы, выигранные войны, международный престиж Российской империи. Все то, за что мы любим это славное время. Неприятная тема будет внутренняя политика Екатерины. Неприятная не потому, что она присполнена каких-то было немыслимых жестокостей, как бессмысленностей во времена ее предшественницы, зачастую бывалкой. Неприятная она будет потому, что, конечно, ожидания от появления на русском императорском троне Екатерины, женщины яркой, талантливой, образованной, сильной, были значительно больше, чем те реальные достижения, те реальные реформы, которые были проведены в период ее правления. Екатерина больше говорила, чем делала, если говорим о внутренней политике. Больше самолюбовалась, больше пиарилась, больше писала о своих планах, взглядах, проектах, чем в действительности ей удалось реализовать. Но давайте обо всем по порядку. Мы привыкли измерять успех или неуспех государства выигранными, проигранными войнами, приращением территории, ростом геополитического влияния. Это вполне логично. При этом на периферии внимания остаются вопросы экономики, финансовой системы, развития промышленности, сельского хозяйства, быт народа, собственно, рост жизненного уровня населения. На периферии внимания остается самый важный вопрос. А стали ли люди в это время жить лучше, успешнее и счастливее, чем ранее? В периоды, когда состояние нашего народа устойчиво возрастало, в нашей сложной тысячелетней истории не так много. Зачастую, наоборот, рост могущества державы достигался за счет применения той или иной формы, так называемой, мобилизационной модели. То есть, говоря простыми словами, за счет закручивания гаек, за счет, как сказали бы коммунисты, усиления эксплуатации простого народа. Так, собственно, было всегда во все времена. Во всех державах, скажем, возьмем Британскую империю, бенефициаром многовекового, тщательно спланированного и организованного грабежа заокеанских колоний. Кто был в Британии? Это была узкая верхушка британская аристократия. Все. Жизнь ливерпульских докеров, шахтеров Средней Англии или манчестерских ткачей от колониальных сверхдоходов никак не улучшалась. Если вообще говорить о Европе как об обществе относительно социального благодействия, то это только Западная Европа и часть англосаксонского мира во второй половине XX века, когда постепенно, но все время рос жизненный уровень населения. Почему это происходило? Мы не будем сейчас об этом говорить, но совершенно очевидно, что это происходило, потому что была жесткая конкуренция с советской моделью развития, с коммунистической половиной мира. В этом отношении Западная Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, осколки Британской империи, они и сделали из себя свою собственную витрину, показывали товар лицом. Кстати, не говорит о том, что так будет продолжаться долго и дальше. В этом нет сейчас внешней необходимости. Что касается Екатерины, вернемся к ней. Внутренняя политика Екатерины все время проходила в довольно узком коридоре возможностей. С одной стороны, Екатерина, как женщина умная, понимала необходимость политических и экономических реформ. С другой стороны, она понимала, что опереться ей, собственно, не на кого. Только на дворянство, на активный, образованный, вооруженный класс российского общества. А для того, чтобы опереться на дворянство, надо давать ему все больше и больше привилегий, возможностей финансовых, имущественных благ и прочее. В воле случая и собственного ума, политической ловкости, Екатерина оказывается на вершине грандиозной Российской империи. Прозданы награды с подвижником, приведены к присяге армия, чиновничий аппарат. Перед ней лежит огромная страна. Этой огромной страной надо управлять. Чисто в хозяйственном смысле этого слова. Надо вникать в вопросы экономики, финансов, социальной политики, религии и многие-многие другие. В своих мемуарах Екатерина потом напишет буквально следующее, я процитирую. «Финансы были истощены. Армия не получала жалования по три месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие ее отрасли были отданы в монополию. Военное ведомство было погружено в долги. Морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось с торгу. И законами руководствовались только в тех случаях, когда они было приятствовали лицу сильному». В общем, из записки Екатерины следует, что она столкнулась с абсолютно разваленной страной, полной дезорганизацией экономики управления. В общем, каждому новому правителю всегда свойственно обвинять предшественника во всех смертных грехах. Екатерина в данном случае превзошла всех. У нее Петр III был виноват во всем абсолютно. Конечно, в этом было определенное лукавство. На самом деле, в 1762 году по итогам правления Елизаветы и короткого шестимесячного правления Петра III, и даже с учетом только что заканчивающейся в это время Семилетней войны, в стране все было не так уж и плохо. Да, был дефицит бюджета. Он составлял, по оценкам историков, чуть более 8, максимум 10% от суммы годового государственного бюджета. 8-10% дефицита — это идеальное экономическое состояние для любой современной державы. Причем, надо сказать, что Екатерина способствовала увеличению этого дефицита, потому что, придя к власти, она за первые полгода раздала в виде подарков участникам переворота еще миллион рублей, то есть почти такую же сумму дефицита бюджета, наличными, плюс еще земли, плюс имущество, ордена, звания, по которым надо платить ренту, крестьян и так далее. Были и другие проблемы. Главная проблема Екатерины политическая заключалась в том, что, собственно, она абсолютная узурпатурша. Ее права на престол равны нулю, то есть вообще никаких. То есть если Петр Третий, внук Петра Великого, у него-то в титуле было записано, я вам об этом рассказывал, то кто такая Екатерина, кто она такая? Даже если взять на веру версию о геморроидальных коликах и скоропостижной смерти ее супруга, то максимум, на что она может претендовать, это на функцию регентши при сыне законном наследнике престола. Отдавать власть никому, включая собственного сына, она не собиралась. Именно поэтому Екатерина признана чемпион в русской истории по количеству пришедшихся на ее время самозванцев. Только за первые семь лет ее правления в России появилось семь лжепетров третьих. Это не считая восьмого Емельяна Пугачева. То есть в среднем по одному самозванцу в год. Помимо этого, в течение также первых трех лет ее царствования было раскрыто три заговора, связанных с Иваном Антоновичем, тем самым несчастным мальчиком, железной маской русской истории, правнуком брата Петра Великого Ивана, который оказался в заточении. В древнем время была такая законодательная концепция, называлась «закон о забвении». Это не был один законодательный акт, это был систематический подход, который применялся по отношению к лицам. Как правило, лишившимся власти уже, которые объявлялись вне закона, и память о которых предавалась тотальному, утвержденному законам, забвению. Это означало, что их имя вымарывалось из всех документов, либо эти документы полностью уничтожались. Если это имя было нанесено на какие-то архитектурные здания, сбивалось вместе с камнем. Бюсты и статуи уничтожались. В Римляне все-таки народ был практичный, поэтому статуи просто голова отрезалась, и приделалась голова другого деятеля. Так поступили с памятью нескольких римских императоров. Впоследствии этот подход применялся несколько раз в нашей истории. Я имею в виду к середине XX века, когда было запрещено упоминать Троцкого фамилию в контексте Октябрьской революции. Ретушировали фотографии, картины, все вы это прекрасно знаете. Помните эту знаменитую фотографию, где Ленин играет на капре в шахматы с Алексеем Максимовичем Горьким? Я видел эту фотографию в четырех версиях. Ленин играет с Горьким в шахматы, так позевывая слегка. Ленин играет в шахматы с Горьким, рядом стоит, по-моему, Богданов ему подсказывает. Его тоже зафотошопили по тем технологиям. И еще четвертая была версия, там еще какой-то был товарищ Ленин, он тоже подсказывал Ильичу, как ходить. Вот его там аккуратно, тщательно стерли и заполировали. Закон о забвении. Вот в Российской империи полноценный закон о забвении был принят в отношении целого императора, того самого Ивана Антоновича. Были уничтожены все его портреты, все деловые бумаги с его упоминанием, паспорта, церковные книги и прочие документы. Изъятию подвергались все опубликованные проповеди церковные с его упоминанием и даже посвященные ему Ода Ломоносова. Даже спустя 150 лет, в 20 веке, несчастный Иван не был упомянут в перечне царей на Романовском обелиске в Александровском саду. Не был упомянут великим ювелиром Фаберже на знаменитом произведении, посвященном тоже 300-летию дома Романовых. Все монеты, которые в течение года находились в обиходе в России с именем государя Ивана Антоновича, были отправлены на переплавку. А лица, которые их не сдали, и у кого эти монеты находили, и, не дай бог, они пытались ими расплатиться, объявлялись государственными преступниками. Можете себе представить. Сейчас это колоссальная нумизматическая редкость. В центре Москвы есть замечательный частный музей нумизматики. Принадлежит он Олег Перву, основателю Лукойла. Но открыть для свободного посещения можно в интернете записаться, на экскурсию, сходить посмотреть. По-моему, это один из лучших частых нумизматических музеев в мире. Но вот надо посмотреть, есть ли там монеты Ивана Антоновича. Именем Ивана с той поры было запрещено кого-то именовать в роду Романовых. Когда же Екатерина взошла на престол, буквально спустя пару лет, подпоручик некий Мирович, несший караульную службу в Лестербургской крепости, где был заточен Иван Антонович, попытался его освободить. Он решил, что ну чем он не Орлов, если он освободит императора, незаконно там заточенного, вся слава и все почести, все придет к нему в руки. Мирович знал устройство караульной службы в крепости, знал солдат, солдаты знали его, потому что это была самая авантюрная, самая бестолковая попытка государственного переворота в нашей истории. Участвовало два человека, Мирович и его товарищ. Тоже офицер. План был такой, мы императора как-то освободим, как непонятно из крепости. Потом мы снимаемся в Петербург, покажем его войскам, все ему присягнут. И вот тут-то мы эту узурпаторшу Катьку сбросим и дальше как-то все пойдет как по маслу. С самого начала все пошло как-то не так. За сутки до планируемого освобождения императора единственный соучастник заговора, помимо поручика Мировича, я не помню его фамилию, неважно, он утонул в Неве, неудачно куда-то сплавал. Мирович остался один, но храбрости этому парню было не занимать, отсутствие мозгов компенсировало отвагой. Вот он один приплыл в крепость, построил солдат, сказал, вот вы знаете меня, ребята, приказываю, идем освобождать императора Ивана Антоновича. Ну, солдаты люди дисциплинированные, почему бы нет. Офицер приказал, построились, ружья зарядили, пошли. Та часть гарнизона, которая увидела приближающуюся небольшую солдатскую команду, естественно, заперлась внутри крепости, и Мировича туда с солдатами не пустила. Это нашего мятежника не остановило. Ну, опять же, мобильных телефонов не было, подмогу было вызвать невозможно. Мирович не растерялся, достал где-то пушку, нацелил ее на ворота закрытые, и бабах. Команда внутри подумала, что сумасшедшего не остановить, поэтому ворота распахнули, пустили его вовнутрь. Он, значит, с солдатами вбежал вовнутрь, прорвался к камере, где был заточен несчастный Иван Антонович. Увидели труп, лежащий на каменном полу камеры, поскольку два его последних охранника, стоявших прямо у дверей, имели прямую и четкую инструкцию государыни Екатерины, при любой попытке освободить пленника, его умертвить. Задачу выполнили, закололи. Тут Мирович понял, что дело не задалось и сдался властям. Дело расследовали, тщательно пытались найти хоть какие-то следы заговора. Я думаю, что сами следователи были обескуражены тем, что нет никакого заговора, что это просто авантюра двух физических лиц, осуществленная одним. Мировича казнили. Это была, кстати, первая казнь в России после Анны Иоанновны. Первая казнь за 22 года. Можете себе представить. Мировича казнили. Тех двух офицеров, которые последние видели живого императора и исполнили смертный приговор, отправили служить куда-то в провинцию, выдали им премиальное, по-моему, жалование лет за 10 вперед, но сказали, больше в столице не появляться, спасибо за службу, вот вам по награде. И с друг с другом было им категорически запрещено переписываться. Кстати, по нормам того времени достаточно гуманно, в других обстоятельствах в другой стране и в другое время покончили бы с ними с обоими сразу же. Вспомните дело Кеннеди. В общем, Екатерина с самого начала на вопросах борьбы за власть вела себя крайне жестко. Никакого либерализма не проявляла. Но помимо заговорщиков явных, имелась еще и большая позиция при дворе. Наиболее ярким ее представителем был Никита Панин, пратавший за ограничения царской власти. Ему принадлежат собственно две идеи, одна из которых была Екатериной поддержанной, а вторая категорически отвергнута. Отвергнута была идея создания императорского совета, в состав которого предполагалось включить несколько высших сановников, которые бы правили совместно с монархом. То есть, по сути, это была попытка реинкарнации Верховного Тайного Совета, установления такой чуть-чуть ограниченной монархии. Но надо сказать, что Екатерина сначала этот проект всячески приветствовала, Панина обнимала и говорила, какой он молодец, но потом его тихо-тихо и похоронила. Ни с кем властью делиться она не собиралась. Второй проект был как раз ей поддержан. Это была так называемая реформа Сената. Он превратился просто в некий контрольно-надзорный орган, отчасти судебный, отчасти проверяющий, такой некий симбиоз счетной палаты и Верховного Суда. Самая большая проблема заключалась в том, что Екатерина, декларируя, приверженность либеральным идеям, идеям французских просветителей, править по закону, просвещенная монархия, фактически действовала предельно осторожно. Предельно осторожно, предельно медленно. Опять же, рассказываю вам только штрихами. Реформа Сената, неудавшиеся реформы Панина. Следующее слово, которое стоит запомнить, созыв уложенной комиссии. Уложенная комиссия это был такой предпарламент. Идея Екатерины была следующая. Собрать представителей всей земли, чтобы они выработали какие-то новые законы и дали общественную поддержку ее идеям. Заодно она хотела посмотреть, какие проблемы на самом деле волнуют население. Не те, кто проживает в центре Петербурга, а всю страну. Такой был съезд народных депутатов. Народных, вплощем, весьма отчасти. Как формировалась уложенная комиссия? Дворяне избирались по одному депутату от уезда, горожане по одному депутату от города, государственные крестьяне и однодворцы по одному от провинции и народцы по одному от народа. Один башкир, один татарин, один калмык и прочее. То есть это были территориально-национальные квоты. Всего в комиссию собрали более 600 депутатов, больше нынешней Государственной Думы. Оказалось, что ровно треть из них от дворянства, еще треть от горожан, но среди горожан тоже были, естественно, дворяне, дворяне избранные горожанами, и еще 20% от крестьян, казаков, то есть от сельского населения. Даже был представитель от духовенства. Его направил туда Синод. Да, кстати сказать, в чем Екатерина была молодец. Никто до этого не додумался до Екатерины. И после никто не решился. Каждому депутату было непросто определенное некоторое содержание, то есть зарплата была. Но этому депутату был обещан личный физический иммунитет от преследования. Внимание! Депутатский иммунитет. Не только на период работы комиссии, но пожизненный. Вы можете себе представить? Пожизненный депутатский иммунитет. То есть, ну, говори правду матку, говори, что хочешь, ничего тебе не будет. И депутаты, конечно, этим правом воспользовались. По ходу работы Екатерина представила написанный собственноручно наказ. Это было такое техническое задание депутатам, о чем им следует размышлять, чем озадачиться, написанное в духе любимой ей в детстве книги Монтескея о духе законов. Наказ этот состоял из целых 655 статей. Вот собственные формулировки Екатерины, квинтэссенция задач, стоявших перед монархом и перед благородным собранием. Первое. Нужно просвещать нацию. Второе. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. Третье. Нужно учредить в государстве хорошую полицию. Четвертое. Нужно способствовать рассвету государства и сделать его изобильным. Свежая идея. Пятое. Нужно сделать государство грозным и внушающим уважение соседям. В общем, за все хорошее против всего плохого в самом банальнейшем выражении. Комиссия начала свою работу как положено органу представительной власти. Со следующего. Первым своим законодательным актом решительным, жестким и бескомпромиссным рубанули правду матку. Парламент в России это сила. Первым же законом постановили присвоить императрице титул Великая Екатерина, Премудрая Матерь Отечества. Ну, матушка не выдержала. Матушке тогда было 30 с небольшим. Я им велел сделать Русской империи законы, а они делают апологии моим качеством, заявила на узком кругу. Но, впрочем, титул Матери Отечества приняла, поскольку сообразила, что это способствует ее легитимизации. В общем, комиссия заседала, заседала. Ни одного судьбоносного решения она не выработала, ни о чем они не договорились. Среди вопросов, которые обсуждались на этой комиссии, было требование покончить с привилегиями дворянства в части владения землей крепостным. Депутаты, мещане, купцы, они полагали, что эти безумные привилегии дворянства совершенно бесчеловечные. И, конечно, право владеть землей и крепостными необходимо отобрать у дворян и дать всем, наконец, чтобы любой человек, у которого есть деньги, мог спокойно на рынке купить себе рабов, плантацию и нормально работать, как в Америке. Что за эксклюзивные такие полномочия у полутора-двух процентов населения? Екатерина махнула на нее рукой, свела это все к такой пропагандистской акции, всем писала своим корреспондентам за рубежом о том, какой она собрала немыслимый народный съезд и, воспользовавшись ближайшей войной с Турцией, комиссию распустила. Кстати, по ходу работы комиссии также дворянские права никак не ущемлялись. Например, комиссия работает, а в это время Екатерина принимает царский указ о том, что крепостным крестьянам вообще запрещается подавать жалобы на помещиках. Их даже лишили права жаловаться. Через несколько лет, в 1773 году, Россию охватит крестьянская война Пугачева. Мы об этом, конечно, поговорим как-нибудь отдельно. По итогам этой войны Екатерина сделала определенные выводы и провела то, что назвали впоследствии губернской реформой 1775 года. Она попыталась в такую рыхлую систему власти, которая была до этого в империи, ввести то, что называется жесткую вертикаль. Что было сделано? Во-первых, появилась четкая двухзвенная вертикаль управления. Столица, император, далее, наместничество или губерния и уезд. То есть, область, район. Эта система несложная территориального деления и управления государством существует и по сей день. Количество губерний было увеличено и сделано так, что в среднем в каждой из них проживало по 350-400 тысяч душ мужского пола. Примерно чуть более, чем по миллиону человек с учетом детей. Далее, каждое губерния наместничество делилось на 10-12 уездов. Тоже примерно краили границы приблизительно по народонаселению. То есть, по 20-30 тысяч мужских душ взрослых в каждом. Генерал-губернатор был, как правило, один на несколько провинций. То есть, были наместники, а были еще над ними генерал-губернаторы. Это, скорее, как, наверное, полпредпрезидента в федеральном округе. Он подчинялся личной императрице, но в отличие от современных чиновников, обладал фантастической, неограниченной властью. Такой был царь и бог. Ему подчинялась и судебная система, и финансовая власть. Ему подчинялись даже все воинские части, расположенные на территории подведомственных ему провинций. В общем, это мечта для любого современного губернатора. Для вновь созданных образований, для центров уездов не хватало городов, поэтому Екатерина просто-напросто переименовала в города 216 более-менее крупных сельских поселений. Поэтому, когда сегодня говорят, такой-то город основан Екатериной, ну, конечно, он не основан Екатериной, просто до Екатерины это было село, а после губернской реформы это стал городок уездный. Да, в самом городе, вспомним Гоголя, появлялся глава городничья, а город дальше делился на части под надзором частного пристава, части это районы. Районы, в свою очередь, делились на кварталы, во главе которых стоял квартальный надзиратель. Ну, то есть, тоже очень простая система. Город, районы, кварталы. Запомнить легко. Реформа, как бы сказали в советском учебнике, носила прогрессивный характер с административной точки зрения, но денег сожрала немеряно расходы на бюрократию, на управление при Екатерине выросли немыслимо в 5-6-7 раз по разным подсчетам, намного больше, чем, например, выросли даже расходы на армию, которые при этом тоже были очень большие. Следующий мазок. Екатерина ликвидирует запорожскую сеть полностью и окончательно. Ну, дело в том, что после того, как мы вышли к Черному морю, запорожская сеть оказывается с таким сугубо внутренним образованием. Задача ведь ее какая? Защищать границы. Казаки, товарищи, буйные, постоянно на них идут жалобы, то они на кого-то там местного помещика налетят, ограбят, то сербских поселенцев обидят, то какой-то торговый караван разворуют. В общем, все это центральной власти надоело. В итоге вышел указ 775 года об уничтожении запорожской сечи. Часть казаков обиделась, бежала в Турцию. Те же казаки, которые поняли, что времена изменились, надо как-то жить по-другому, такие лоялисты, они вступили в новое образование, так называемое Черноморское казачье войско, которому впоследствии уже по инициативе Потемкина Екатерина передаст огромную территорию. Кубань в вечное пользование. Прекрасные земли, плодороды, теплые. Казаки переселятся на Кубань, и вот бывшие запорожцы образуют то самое Кубанское казачье войско, знаменитое, прославившее себя в русской истории. Они основали город Екатеринодар, нынешний прекрасный город Краснодар. Кстати, смотрел выступление некоторых украинских товарищей, с некоторой натяжкой можно назвать историками, и они на полном серьезе, видимо, желающим понравиться киевским властям, заявляли о том, что поскольку запорожцев переселили на Кубань, значит, Кубань это исконно украинские земли, вообще надо всю Кубань, весь Краснодарский край, желательно вместе со Ставропольским по соседству и Ростовской областью передать Украине. Это же наши люди, это запорожцы. Логика своеобразная. У нас есть прекрасный народ калмыки, они переселились из Монголии в свое время. Жили они там в Монголии и не тужили, пока воинственные маньчжуры не стали их там убежать. И вот целым народом с обозами и кибитками, спасаясь от воинственных маньчжуров, калмыки, айраты их тогда называли, попросили защиту Российской империи. И получили, кстати, отнюдь неблагословенные кубанские, довольно непростые климатические земли в низовьях Волги, где сейчас находится калмыкия. Империя приютила целый народ. Следует ли из этого делать вывод, что Астраханская область и Калмыкия являются исконно-монгольскими землями? Но такая логика вполне нормально укладывается в головах украинских историков и политиков. Что касается экономики, насколько Екатерина была сильна в политических вопросах и в вопросах законодательства, в вопросах экономики она плавала по полной программе. Екатерина, во-первых, ничего не понимала в теме экономических и промышленных индустриальных процессов, которые происходили в то время в Европе. Она на полном серьезе считала, что машины, махины, как она их называла, это такая вредоносная вещь, она отбирает работы у людей, поэтому индустриальная революция несет государству одни убытки. В налоговом законодательстве тоже, честно говоря, светлых идей было немного. Даже те протекционистские меры, которые заводила в торговле Елизавета, даже они Екатериной отменялись. И зачастую это имело довольно плохие последствия для русской экономики. Например, при Елизавете был запрещен экспорт зерна, Екатерина его довольно бездумно отменила, дав, конечно, возможность дворянам, владельцам крупных земельных владений серьезно заработать, потому что зерно на внешнем рынке стоило дороже, чем на внутреннем, поэтому магнаты обогатились. На внутреннем рынке зерно тут же пришло в соответствии с мировыми ценами, то есть подорожало в 3-4-5 раз. Результат — голод. Именно тогда при Екатерине начала голодать крестьянская Россия. Что касается промышленности, развитие промышленности, которое так усиленно, волюнтаристски, административно стимулировал Петр Первый, которая вышла на определенные показатели, например, по выплавке чугуна, Россия уверенно занимала первое место в мире. При Екатерине все это развивалось очень медленно. Причин было много. Не только невнимание императрицы к индустриализации, к современным технологиям, как бы сейчас сказали. Не увлекалась она IT и искусственным интеллектом, если перенести это на сегодняшнюю повестку. Проблема в том, что объективных экономических условий для развития промышленности не было. В Англии все было просто. Крестьян согнали с земли в результате огораживания. У них перспектива какая? Умереть с голоду? Бродить, подворовывать, но тебя повесят по закону о борьбе с бродягами. Раз поймают, два повесят. Там все было с этим коротко и ясно. Или пойти куда-то наняться. То есть, где-то, чтобы у тебя была крыша над головой, постоянная работа. Работа адская. Перспектива, ну, как-то выжить. Ну, и вот именно эти крестьяне составили будущий английский пролетариат. Его судьба в собственных руках. Как потопал, так и полопал. Поработал побольше, больше урожай. Повезло тебе, хорошая жена, родила много сыновей. Большая семья, заняли больше мест. То есть, пока ты на земле, ты вроде как сам себе хозяин. Как только ты пошел на им работать на фабрику, все, а дальше там на фабрике, на заводе металлургическом, что тебя ждет? Да ничего. Угол в бараке, похлебка, ну, какая-то там символическая плата. Никто не хотел этого. Поэтому прикрепляли как крепостных крестьян к фабрике. Но это вообще, по сути, рабский труд. Непродуктивен. Следующий момент. Финансовая реформа. Введение бумажных денег. Это была такая инновация середины 18 века по всей Европе. Ввести бумажные деньги решил Петр III. Дело это было хорошее. Количество денег увеличивалось. Расчеты упрощались. Экономика ускорялась. А уж насколько безопаснее и экономнее становились платежи, тут и говорить не о чем. Одно дело, серебро пудами куда-то таскать. А другое дело, несколько ассигнаций. Это же быстро и удобно. Торговля ускоряется. Но Екатерина это правильное решение своего мужа, естественно, сразу отменила. Выждала несколько лет. И потом к этой идее, как и ко многим другим идеям Петра III, вернулась. Тут все было неоднозначно. Поначалу она пообещала, что бумажных денег будет напечатано не более 50 миллионов. Это плюс-минус сопоставимо с годовым бюджетом империи. Но денег не хватало. Войны, проблемы, фаворитов надо как-то радовать. Поэтому денег печатало все больше, больше, больше и больше. Представление об инфляции у Екатерины было весьма относительное. И деньги, соответственно, обесценивались. Количество товаров, количество обесчисленного труда, количество напечатанных бумажных денег никак не соответствовало. Поэтому цены росли. Более того, появился вот этот вот гэп, вот эта пропасть между стоимостью денег в металле и стоимостью денег на бумаге. Очень опасная история. Когда Павел I придет к власти, забегу немного вперед, нас лекции по Павлу будут очень интересные. Первое, что сделает Павел, по-моему, прямо на площади дворцовой перед Зимним дворцом будет такая огромная гора бумажных денег, несколько миллионов. И принародно она будет сожжена. Серьезный способ борьбы с инфляцией. Минфин, учитесь. В 1796 году, к окончанию времени Екатерины, государство набрало огромное количество долгов, больше 200 миллионов рублей. Значительная часть была долги перед зарубежными банками. Расходы значительно превышали доходы. То есть, вот тот дефицит бюджета, с которым Екатерина заходила на престол, это вот цветочки были на фоне того дефицита, с которым она оставляла страну. Внешние займы на численные проценты Российской империи были полностью погашены только спустя 100 лет при ее прапраправнуке Александре Третьем. Но, тем не менее, финансовые институты начали работать именно при Екатерине. Кстати, впервые тогда появились банки, которые не только сужали деньги, но и брали деньги на депозиты. Например, учрежденный при Екатерине дворянский банк принимал деньги под 5% вклада населения. Кстати, не лопнул, всегда отдавал. Все-таки дворянский банк, вопрос чести. По поводу экспорта-импорта. Все, как всегда, ничего нового. Экспорт приоритетно сырьевой, лес, пенька, хлеб, конопля. Обращаю внимание, это все стратегический товар. Пенька, конопля, лес, это флот. На каком-то этапе мы могли лишить Англию и ее флоту. Если бы приостановили поставки корабельного леса пеньки и конопли в Великобритании. Из продукции вторичной переработки металл выпуску чугуна Россия мировой лидер. И уже тогда большую долю в нашем экспорте составляли ткани. Потом, спустя 100 лет, к концу 19 века, Россия станет уверенно главным производителем ткани во всем мире, о чем сегодня нам приходится только мечтать. Объем экспорта действительно при Екатерине серьезно вырос более чем в три раза. Но была некоторая проблема. Заключалось в том, что мы экспортировали все эти товары через чужих перевозчиков. В России не было своего торгового флота. Точнее говоря, он был очень маленький. Военный флот у нас был большой, а торговый маленький. Во всем объеме экспорта наши собственные перевозчики составляли менее 10%. Это означает, что, конечно, все иностранные судовладельцы, все иностранные транспортные компании наживались на России немеренно. Ну, можете себе представить, какая разница была, почем они брали товар в Петербурге и почем его потом скружали где-то в Лондоне, в Амстердаме, в Германии и так далее. Экспорт зерна, как я уже сказал, при Екатерине вырос многократно благодаря ее отказу от политики протекционизма и разрешению свободного экспорта. По поводу коррупции Екатерина лихо начала, ну, как и все наши монархи, императорский указ о пресечении лихаимства, как это безнравственно, как это плохо, как это решительно будет с этим бороться. Ну, естественно, ничего из этого не получалось. Да и боролась с лихаимством Екатерина, честно говоря, довольно мягко на фоне, например, Петра Первого, потому что считала, что если чуть-чуть подворовывать, значит, есть что воровать. В целом, по результатам его работы у нее подход был весьма либеральный. Медицина. При Екатерине были основаны первые специализированные больницы, особенно после эпидемии чумы и чумного бунта в Москве. Посмотрите на нашем лектории на Достоевском соответствующие лекции. Это очень интересная история. И вот после этого еще больше внимания было уделено пропаганде гигиены, насколько важна чистота в помещениях, бани, частая стирка белья. Открыты были специализированные больницы, где лечили венерические болезни. Психиатрические больницы появились в фаворитах Екатерина. В части экономики я лишь скажу, что это был в высшей степени затратный институт. По некоторым данным, в совокупности расходы на подарки и содержание только главных фаворитов, основных, известных фаворитов Екатерины, превысили 90 миллионов рублей. Это совершенно астрономическая сумма, сопоставимая с половиной внутреннего и внешнего долга Российской империи к концу правления императрицы. Но ведь помимо прямых финансовых подарков, фавориты получали и ордена, и чины. Оказывало просто деморализующее влияние на нормальных государственных служащих, на военных, на офицеров. Представьте себе, что должен был думать генерал Суворов, сталкиваясь с фаворитом Александром Ланским, которому было чуть больше 20 лет и который за несколько лет близости к телу получил ордена Невского и Святой Анны, чин генерал-поручика, звание генерала-диютанта, высшие польские ордена, высшие шведские ордена, нажил состояние в 7 миллионов рублей, ни разу не побывав на фронте, не поучаствовав ни в одной военной кампании и воюя исключительно где-то там в будуарах императрицы. Причем, чем старше становилась Екатерина, тем моложе, красивше и глупее становились ее фавориты. Все они были совсем не чита Потемкина и даже не чита Григория Орлова. Последним из ее фаворитов, наиболее, наверное, одиозного Платона Зубова, французский дипломат масон написал так, когда он одевает свой парадный мундир, у него столько наград и орденов, что он похож на продавца ленты скобяного товара. В общем, императрица была щедра, выдавала огромные денежные содержания не только своим фаворитам, но и их родственникам, подарки на свадьбы, подарки на рождение. Приютила после французской революции огромное количество французских аристократов и содержала их при дворе. Если говорить о хорошем, я упомянул медицину, то, конечно, нельзя не отметить инициативу Екатерины с вакцинацией от оспы. Здесь она проявила поразительное личное мужество и порядочность. Она не просто пропагандировала вакцинацию от оспы, сделав ее обязательной для всех дворян, которые появлялись при дворе, но и привелась первой из коронованных особ в Европе, привелась в самой опасной версии этой прививки, прививались оспой человеческой, взятой непосредственно из гнойника у больного. Просто делали надрез на коже и часть гноя запускали в здоровый организм. После чего человек, получивший такую прививку, ложился на внутренний карантин, обильно поили, за ним тщательно следили. У него начиналась оспа только в облегченной ослабленной форме. При этом каждого десятого начиналась оспа полноценная, такая стопроцентная, и многие не выживали. Екатерина сделала себе первую прививку в стране от оспы, тут же слегла на карантин, поболела в легкой форме, но буквально уже через неделю другую чувствовала себя превосходно. Затем вторым прививку, как мы знаем, сделал себя Григорий Орлов. Этот парень был бесшабашный, он сразу уехал на медвежью охоту после прививки, не болел ничем, крепкий был организм, потом привился наследник престола Павел, и так далее постепенно, постепенно вся петербургская эпидемиологическое время на планете. Как не старалась Екатерина, как она не пропагандировала личным примером своего единственного сына вакцинацию, как не подключались к этой пропагандистской кампании лучшие умы и лучшие люди империи, повороть оспу в России не получалось. И оспа, немного отступив от центра империи, продолжала бушевать на окраинах, а периодически появляться и в столицах на протяжении 150 лет. До тех пор, пока декретом Совнаркома другие решительные парни, пришедшие к власти, не ввели обязательную и поголовную вакцинацию без всяких разговоров, без всяких сантиментов. Она начала проводиться повально жесткими методами, а максимальное ужесточение достигла, как вы несложно догадаться, в 30-х годах прошлого века. Привесив Виссарионович разговор был достаточно короткий. Ты можешь вакцинироваться добровольно, а можешь сначала немного порубить лес. Там тебя все равно вакцинируют. последний больной оспой, таким образом, одна из самых страшных болезней в мировой истории. Был завиксирован в Советском Союзе, если мне память не изменяет, в 1936 году. СССР был единственной страной в мире на тот момент, полностью поборовавши эту смертельную угрозу. Полностью. Раньше, чем Соединенные Штаты, чем все европейские страны. Каждый из нас помнит прививку от оспы, которую мы делали в школе. Это так, к разговору о вакцинации и о том, как можно и нужно побеждать опасные болезни. Поход того, как расширялась территория страны, империя ощущала потребность в притоке населения. Екатерина проводила замечательную миграционную политику. Она активно приглашала иностранцев. В 1763 году всем иностранцам, въезжающим в Россию, было разрешено свободно селиться в любых губерниях. Чуть позже был утвержден перечень особых льгот для переселенцев, весьма значительных. Соблазн для бедных европейцев, в основном для немцев, был столь велик, что с некоторым временем пришлось даже приостановить прием иммигрантов, потом его опять возобновили. Так возникли сотни немецких колоний на Волге, так называемые немцы в Поволче. Прекрасные, экономически успешные, активные, трудоспособные, трудолюбивые люди приезжали в Россию и поднимали нашу страну, становясь настоящими русскими патриотами. Территория страны непрерывно расширялась. При Екатерине в ее состав вошло при Черноморье, при Азов, Крым, Новороссия, земли между Днестром и Бугом, современная Белоруссия, Курляндия, Литва. Это все были развитые территории. Общее число новых подданных превысило 7 миллионов человек. При этом национальная политика Екатерины тоже была достаточно мудрой, для своего времени либеральной. За каждым новым народом сохранялось право на религиозную и культурную идентичность. Применялся дифференцированный подход в экономике. Для целого ряда национальностей вводился особый налог в административный режим. Например, помянутые мной немецкие колонисты были полностью освобождены от уплаты налогов на достаточно длительное время. С малоросов и белоросов был установлен половинчатый налог, 50%. До начала вообще никаких налогов не было. К сожалению, самым дискриминированным оказалось коренное население, которое экономически проиграло по отношению к тем народам, которые привлекали свою империю. Это порождало довольно обидные случаи, когда даже некоторые русские дворяне в екатерининские времена просили в награду за службу записать их в немецкую национальность, потому что таким образом они могли получить соответствующие немецким переселенцам привилегиям. Екатерина стала первым российским монархом, который столкнулся и с еврейским вопросом. Дело в том, что после присоединения малороссийских, белорусских и литовских земель на территории России оказалась самая большая еврейская община, более миллиона человек. И именно при Екатерине появилась так называемая черта оседлости. По одной из версий, это стало следствием многократных обращений к императрице московского и петербургского купечества, которое просто не удерживало конкуренцию. Еврейские торговцы были предприимчивыми, друг друга поддерживали. И вот опасаясь этой конкуренции, жалуясь на нее, наши купцы добились того, что была проведена вот эта черта. Вот где они живут, пусть там они и торгуют. А в Москве мы будем сами по старинке по-своему торговать. И не надо, чтобы они у нас открывали трактиры, лавки, магазины. Они у себя, а мы у себя. Черта оседлости появилась, но при этом я хочу отметить, что касалась она не евреев, это большое заблуждение. Касалась она иудеев. Как только иудей принимал православие, с этого самого момента на него распространялись все права полностью и свободы гражданства империи. Он мог ехать куда угодно, поступать на государственную службу, поступать в университет, но для этого надо было перейти в другую конфессию. Екатерина также вернулась к ранее приостановленной ей идее мужа Петра III о секуляризации церковных земель. Огромные территории России были так называемые беломестными, они были освобождены от налогов, приписаны к монастырям, при этом сами монастыри к тому моменту уже были полупустыми, монахов было немного, некоторые из них полностью обезлюдили. Однако владели землями и налоги с этих земель в прямой либо косвенном виде поступали монастырям. В стране были нужны деньги, в стране нужны были земли. Поэтому Екатерина подумала, подумала и вернулась к идее своего мужа. Два миллиона монастырских крестьян были переданы в казну, а все церковные земли стали государственными. Что касается конфессиональной политики Екатерины, тоже надо отметить ее прогрессивность, веротерпимость. Во-первых, запретила православному духовенству вмешиваться в дела других конфессий. Это было зачастую. То есть православные занимаются своими делами, а всеми остальными конфессиями занимаются светские власти. Батюшки туда не влезают. По старообрядцам, как мы помним с вами, Петр III вообще полностью хотел уравнять старообрядцев с Русской Православной Церковью. Екатерина начала эту инициативу поначалу, но потом постепенно от нее отказалась. Опять возобновились преследования старообрядцев, что, конечно, было обидно и несправедливо, и самое главное, вредно для страны. Потому что, если мы посмотрим с вами предреволюционную Россию, развивающуюся невероятными экономическими темпами, то мы увидим, что в конце 19-го, начале 20-го века все основные знаменитые фамилии купцов, фабрикантов, промышленников, миллионщиков, они все из старообрядческих семей. Старообрядцы были экономически очень эффективной частью населения. Им присущи были не только трудолюбия, но и тщательное соблюдение этических норм. Понятно, что они не пили, они много работали, они поддерживали друг друга. Во внутренних сделках практически никогда не заключали письменных договоров, всегда держали слово. Рукопожатия достаточно. Сделки с купцами-старообрядцами и с промышленниками обсуждались за чаем, никогда никакой выпивки. Если сделка была сложной, не говорили, что я там вел переговоры трое суток или заключил сделку на миллион. Говорили так, заключил сделку на два самовара. Вот они сидели в трактире, и пока два самовара не выдают вдвоем, не договорились. Но зато, если договорились, все, конец. Вопрос решен, слово железное. Представляете, какая экономия на нотариально-юридических услугах. Отчего появились нотариусы-юристы? Потому что обманывали друг друга. Европейская практика. Ну, либо забывали, о чем договорились. Обычно забывал тот, кто хотел обмануть. Однако, вскоре, либеральный подход Екатерины к старообрядцам, к сожалению, сменился новыми конениями. Старовер стали ссылать на Восток, на Алтай, в Забайкалье. Кстати, эти территории, благодаря старообрядцам, получили мощный экономический толчок. Публичное отправление веры было разрешено и лютеранам, только в Санкт-Петербурге. При Екатерине начиналось больше 20 тысяч лютеран, строились кирхи, школы лютеранские, свободно совершали богослужения. Право это сохранялось за иудеями, в зоне тех территорий, которые были в рамках черты оседлости. Многие религиозные дела и споры были оставлены в ведении еврейских судов. Евреи, в зависимости от имеющегося у них капитала, причислялись к соответствующему сословию, избирались в органы местного самоуправления и даже становились судьями. Ну, опять же, в рамках своей территории. Мусульмане получили право строить и восстанавливать мечети. По личному указанию Екатерины за казенный счет в типографии Академии наук впервые в России был напечатан Коран и он бесплатно раздавался киргизам. От Волга уральских татар Екатерина впоследствии получила уважительное прозвище Аби-Паша, то есть бабушка-царица, покровительница правоверных. Государственную поддержку получил даже буддизм в тех районах, где он был распространен. Некоторые послабления коснулись извечных оппонентов, православных, католиков, например, ордену иезуитов, который к тому моменту был запрещен уже везде в Европе, даже разрешили открыть штаб-квартиру в России и впоследствии еще одну новую резиденцию в Могилеве. Что касается самого болезненного крестьянского вопроса, здесь, конечно, Екатерина больше говорила, чем делала. Она боялась потревожить дворянство. Есть тут разные точки зрения. С одной стороны, считается, что те льготы и привилеги совершенно зашкаливают за рамки здравого смысла. Но многие современные историки, и русские, и зарубежные, например, Доминик Ливин, считают, что это был единственный способ держать более-менее под контролем громадную территорию, опираясь на организованный слой просвещенных и правильно государственно ориентированных людей, потому что дворяне в России это были не европейские феодалы, это были люди государевые. Напрямую финансирование они не получали, жили за счет тех имений, которые у них находились, если они только не были на военной либо государственной службе. Они составляли то постоянную опору империи, гораздо более качественную и надежную, чем чиновничья опора в других европейских странах. Количество чиновников в России всегда было, кстати, очень маленькое. Например, чиновников в России и в Пруссии было по числу примерно одинаково при Екатерине. При этом Пруссия территориально это один процент от России. По поводу дополнительных привилегий, которые получили дворяне при Екатерине, очень коротко перечислю, все уже существовавшие привилегии до нее были подтверждены. Устанавливалось, во-первых, исключительное право собственности дворян на землю, о чем мы говорим. не дворянин при Екатерине владеть землей просто не мог вообще, какие бы деньги у него ни были. Эта правособственность распространялась и на недра, то есть все, что найдено на этой земле, руда, уголь тоже принадлежало владельцу земли. Земли дворян освобождались от квартирования на них войск только по их собственному соблаговолению. Хочет дворянин пустить к себе войсковую команду в имение, пустит, не хочет, в лес куда-нибудь, в лес или на крестьянские земли. Кстати, если войсковая часть квартировалась на крестьянских землях, то все расходы по квартированию, снабжению и так далее автоматически падали на крестьян. Армия могла, конечно, за что-то платить, а могла и не платить. Исключалась конфискация имений. Даже если дворянина наказывали какие-то уголовные преступления, сажали в темницу, лишали прав состояния и прочее, прочее, то имение передавалось просто его ближайшим родственникам. То есть принципа конфискации обратно в казну не существовало. Дворянам давали право иметь свои сословные учреждения. Кстати говоря, и казацкие старшины на территории Малороссии, то есть современной Украине тоже становились русскими дворянами. Все хорошее, что было сделано в отношении дворянства и отчасти в отношении мещанства, слово мещанин означает горожанин. Мещанский сейчас это такой плохой, вообще мещанский это просто городской. Место это польский город, поэтому мещане это горожане, москвичи мещане московские. Так вот, все хорошее, что было сделано в отношении дворян и мещан, никак не касалось крестьян. Крестьянам при Екатерине стало гораздо хуже, чем было жить до нее. Они лишились права жаловаться на дворянина. Салтычиха появляется именно отсюда. Пожаловаться некому на барыню. Помещик получает право сослать своего крепостного не просто в Сибири, а на каторгу. На каторгу. Сам своим решением. Плохо себя вел. На каторгу. Потом имеет право вернуть его с каторги, если передумал. Потом опять сослать. Царь и Бог. Продажи крестьян оптом и в розницу, с семьями и без. Процветало. Газеты были заполнены такими объявлениями. Цитирую. Продается Ефим Осипов в 23-х лет. 40 рублей. У него жена Мария Дементьева 30 лет 8 рублей. У них дети. Сын Гурьян 4 лет 5 рублей. Девки Василиса 9 лет 3 рубля. Матрена одного года пойдет за 50 копеек. Я думаю, что если брать всех сразу, можно было еще немножко подоргаться. Кстати, цена на человеческий товар росла. И если в начале царства Некатерины при покупке имения крестьянская душа мужского пола с землей стоила около 30 рублей, то уже ближе к концу ее царствования цена постепенно выросла аж до 100 рублей. Втрое. Эти инфляции. Не хватает кадров. При розничной же цене, если без земли, если здоровый работник, если обладает какой-то полезной профессией, кучер, портной. Я уже не говорю про артистов. Крепостных артистов тоже было много. Это особо эксклюзивный рынок. Помните, в горе от ума там некий помещик создал театр из крепостных, заставил всю Москву удивиться их красе, но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. В 1971 году еще относительно молодая Екатерина решила запретить совсем уж вопиющую вещь, аукционы по продаже людей. Чтобы продажа была по-тихому. Без публичных аукционов с молоточками, продано, выстраиванием на сцене откройте рот, повернитесь спиной, наклонитесь. Вот эти аукционы были запрещены. Но дворянство возмутилось. Ну как же так? В темную покупать кота в мешке невыгодно это дело, матушка, потом и кровью заработанные деньги не можем правильно проинвестировать. Матушка смягчилась и пошла дворянам навстречу. Обратно аукционы восстановила, но без молотка. Аукцион можно, молоточком стучать продано, не будем. Это перебор. Стулья продаем с аукциона, там можно с молотком. А людей давайте все-таки без молотка. Продано и все, потихоньку ушли. Большой был алиберал. Крестьяне не могли принимать присягу, не могли брать откупа и подряда, не могли никуда уехать из своей деревни более чем на 30 верст без разрешения помещика. Единственное, что не мог помещик, он не имел права убить своего крепостного, поскольку жизнь его все-таки помещику не принадлежало. Мог замучить до смерти. За это прямого наказания не предусматривалось. Существует множество сведельств о крепостных гаремах, о том, как писал Ключевский, многие помещики превратили свои деревни по сути в рабовладельческие плантации, которые трудно было тогда отличить от североамериканских плантаций до освобождения негров. Так что, несмотря на все свои идеи просвещенного абсолютизма, Екатерина последовательно ужесточало положение крестьян. Крестьяне были неграмотны практически поголовно. Своих летописцев, своих газет, журналов у них не было. Все, что мы знаем о тогдашних ужасах крепостного права, это только из одиозных публичных процессов типа Салты-Чихи либо из произведений дворянских писателей Пушкина, Тургенева, Толстого. Давайте только представим, что могли бы рассказать про несколько веков крепостного права сами крестьяне, если бы кто-то дал им такую возможность. Я думаю, что и рассказы Шаламова, и повести Солженицына могли бы поблекнуть на фоне того, что творилось тогда при Екатерине. Поэтому неудивительно, что в народе накопилось колоссальное чувство несправедливости. Весь этот потенциал ненависти, который выплеснулся в ходе крестьянской войны под предводительством Пугачева, потом в самом широком смысле запустил Красное Колесо 1917 года. Несмотря на это, мы по-прежнему ассоциируем правление Екатерины, ее внутреннюю политику с просвещенным абсолютизмом некой совокупности идей, сформировавшихся под влиянием Вольтера, Руссо, Монтескей и других либеральных, как бы сейчас сказали, авторов XVIII века, тех, которые считали, что человек рождается свободным, тех, кто выступал за равенство, за устранение средневековых форм правления, эксплуатации. Екатерина много и красиво говорила необходимости в идеале отмены крепостного права о свободах, о равенстве, о том, что все люди в общем равны, но, честно говоря, мало что делала. Если мы говорим о социальной структуре общества, конечно, Екатерина оказалась гораздо менее просвещенной монархиной, чем даже ее современные, чем Фридрих Прусский великий, чем император Иосиф Австрийский, который на самом деле отменил крепостное право. Тут надо задуматься вот о чем, а могла ли она это сделать? Какая бы судьба ждала ее, если бы она действительно попыталась реально осуществить все, во что она верила, по крайней мере, и по молодости. Ведь, как показал опыт уложенной комиссии, стране это было не нужно. Ну, это нужно было крестьянам, но кто их спрашивал? Самодержавие, по меткому выражению Пушкина, хотя Пушкин здесь цитировал, по-моему, мадам де Сталь, самодержавие в России это форма правления, ограниченная удавкой, если быть более точной, ограниченная оружейным ремнем, табакеркой, ну, и массой других способов пресечь правление императора, которое не устраивает элиту. Екатерина прекрасно это знала, знала, чувствовала и понимала. Понимала это и на опыте своих предшественников, да и, собственно, вся последующая история показывала, что именно так оно в России и есть. Иосифу Сталину приписывают такое высказывание «Есть логика намерений и логика обстоятельств. И логика обстоятельств всегда оказывается сильнее логики намерений». Ну, может, это сказал и не он, но кто бы ни был автором этого выражения, ему трудно отказать в понимании глубинной природы власти. Правитель, который это понимает, он называется потомками прагматичным и имеет шанс чего-то за время совправления добиться. Тот, который этого не понимает, он может очень быстро эту власть потерять. Екатерина оказалась при всем своем либерализме правительницей очень прагматичной, поэтому во многом успешной. Конечно, не во всем и, конечно, точно не в отношении русского крестьянства. Но, тем не менее, в отличие от своего мужа, от своего наследника, она многого добилась. Основные успехи ее правления, это, конечно, внешняя политика, международная политика, новые земли, успешные войны. Чтобы было проще, мы будем говорить по направлениям. Первое направление — Польша. Первая серьезная проблема внешнеполитическая перед молодой императрицей. В Польше всегда ситуация противоречивая, сложная, государство нестабильное, центральной власти нет, уродливый симбиоз монархии дворянской республики, местное население в еще худшем положении, чем в России, то есть там совсем ужас-ужас. Ко всему прочему добавлялось еще и религиозное угнетение, и национальное угнетение. В 1763 году, вскоре после смерти польского короля Августа III, и сразу возникшей после этого раздорами и интригами, Екатерина приводит к власти в Польше, там всегда была сильная русская партия, ну, кого она могла привезти к власти? Женщина, молодая, конечно, человека, который был глубоко симпатичен, польского аристократа, красавца, умницу, и своего бывшего фаворита, не забыла, Станислава Понятовского, коронует его в 1764 году, он становится неплохим королем, он хочет, чтобы у него был мир, порядок в стране, и хотя он очень благодарен матушке Екатерине, своей покровительнице, горячо любимой, он помнил эту связь, но, конечно, мира и порядка не хотят польские магнаты, интересуют свои собственные, не национальные интересы, в этом, в общем, всегда была у Польши проблема. Собирается СЕЙМ, спустя несколько лет, высший сословно-представительный орган Польши, на СЕМе этим обсуждается будущая судьба государства, как жить дальше. Разные партии, есть русская партия, которая хочет, чтобы Польша находилась в векторе русской политики, была независимым государством, но верным нашим союзникам. Единая Польша, обращаю внимание, мы хотим одной Польши, единой. Есть французская партия, где Франция, где Польша, но французы всегда интриговали при польском дворе. Есть прусская партия, австрийская партия, и, конечно, партия своих собственных магнатов. Да, очень большая, очень серьезная партия у Павского престола, у Рима. Она так и называлась, католическая партия. Она категорически против любого уравнивания прав католиков, а шляхетство, дворянство, все католики, как на подбор, уравнивание с этими смердами, чернью, которые в значительной степени православны, особенно на восточно-польских землях, крестьянство. Тем не менее, в конце концов, подписывается договор после этого сейма между Россией и Польшей о вечной дружбе. Как это звучит хорошо? О вечной дружбе между Россией и Польшей. По этому договору Польша действительно становится фактически младшим союзником, партнером России, сохраняет независимость свою. Россия дает гарантии польскому единству и польской независимости от любых других держав, но при этом уравниваются права на территории Польши католиков и диссидентов. Диссидентами называли всех не католиков, в первую очередь православных. К сожалению, какая-то наиболее оголтелая часть польского магнатства и духовенства с этими соглашается и возникает так называемая Барская конфедерация. Звучит это красиво, Барская конфедерация, это в крепости Бар собираются все, кто не согласен, все, кто против России, против русской ориентации Польши, поднимают мятеж и начинается Российско-Польская война со стороны России, проявляет себя впервые молодой генерал Суворов, не такой уж и молодой, молодой, как генерал, звезда его только начинает подниматься. Генерал-майора получает как раз задействие против барских конфедератов Польши. Я почему с такой иронией говорю про барских конфедератов, потому что крепость Бар находится в Винницкой области, в Жмеринском уезде, поэтому, говоря об уровне этих повстанцев, я бы их называл жмеринскими конфедератами. Жмеринские конфедераты бузят, 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 Суворов их разбил. Местное население, надо сказать, малороссы, белороссы рядом совершенно этих жмеринских конфедератов не поддерживали. Опирались они как-то непоразительно на иностранцев и последняя крепость, неприступная крепость в Кракове была, которую они защищали. Вот так получалось, что защищали ее кто? Защищали ее польская шляхта и французский гарнизон. Со стороны русских кто действовал? Русские войска, польские войска, центральная власть, которая была против конфедератов. Дальше добровольцы со стороны местного населения, но самое интересное, уникальный случай в истории, добровольские еврейские воинские подразделения. Суворов, парень был, Александр Васильевич, решительный и любил нестандартные решения. Вот он мирному еврейскому населению, которое терпеть не могло естественно всю эту шляхту, раздал оружие. Ну, конечно, я думаю, они крепость не штурмовали, история об этом умалчивает, хотя кто знает, но они очень добросовестно выполняли полицейские, милицейские, охранные и прочие функции. Это вооруженные подразделения местных, краковских и вокруг. Евреев очень тогда помогли русской армии. После окончательного раздрома конфедерации через некоторое время произойдет так называемый первый раздел Польши. Произойдет он по инициативе Австрии и Пруссии при упорном сопротивлении России, который этот раздел был не нужен и не выгоден, но об этом мы поговорим чуть позже. По ходу российско-польской истории вмешивается в дело Турция. Ну, Турция, естественно, не сидится на месте. Они решили, что русские завязли где-то там наверху политической карты мира и вот самое время что-нибудь у России отобрать. По инициативе Турции начинается первая из екатерининских русско-турецких войн. Я не буду долго об этом рассказывать, поскольку все это проходит в школе. Буквально несколько эпизодов. Первая Екатерина и Алексей Орлов, брат ее фаворита, умница, красавица, предлагают такой нестандартный тактический ход. Напасть на Турцию не как обычно через Крым, через Молдавию, Валахию, как-то там давить на нее с севера, а напасть на Турцию с тыла со стороны Греции и Средиземного моря. Греции и даже со стороны Ливана. С этой целью эскадра под командованием Орлова совершает первый в истории России поход вокруг всей Европы из Петербурга. Представляете, впечатление, которое производила наша эскадра, проходя через Ла-Манш. Это десятки фрегатов, пушки, остановки в портах. Все это с серьезным дипломатическим провождением, потому что, конечно, никому это особо не нравилось. Но что делать? Русских много, они сильные. Мы обходим Европу, вызываем, естественно, подъем греческого национального движения. Даже какое-то время Орлову удалось, под напряжением четырех лет, на части греческих островов воссоздать греческую государственность. Была такая губерния независимая, потом, к сожалению, турки ее нажали. Но вишенка на торте этого похода, это Чесма, после которого Орлов становился Чесминским. Не буду вам рассказывать, все вы это знаете. Феерическая победа русского флота, турецкий флот сожжен целиком. Эта победа произвела эффект разорвавшейся бомбы в мировом общественном мнении. Никто не ожидал русского флота такого. Сам Орлов даже порадовался. Суворов действует вместе с Румянцевым на сухопутном поле. Боя Ларга, звезда Румянцева, первый штурм Измаила еще до Суворовского, тогда первое взятие Измаила было. Сплошные победы, мы всегда в численном меньшинстве, и мы всегда побеждаем, ни одного проигранного сражения. Так, собственно, первая из Екатерининских русско-турецких войн, путем долгих сложных дипломатических переговоров, завершается миром с большим количеством уступок в пользу России, в том числе и главной уступкой это признание независимости Крыма. Внимание, Крым является официальным, по сути, протекторатом Османской империи, фасальная территория, Крым признается независимым. Екатерина съедала врагов по кусочкам, не сразу, как бифштекс нарезала их. Она еще не решила до конца, нужен ей Крым или не нужен. Крым это не Крым, я еще раз подчеркну, Крым это плюс Причерноморье и Кубань, и часть Преткавказья, это большая территория Крымское ханство. Но для начала они признают его независимым, на Крыме создаются российские военные базы, в частности Керчь переходят к России и Россия начинает активно влиять на расстановку крымских ханов. Кто будет следующим крымским ханом? Не буду перечислять всех этих гиреев, вы можете посмотреть в учебнике, они там сменяли друг друга, одни были протурецкие гиреи, потом пророссийские гиреи, потом опять протурецкие, потом братья пророссийских. В общем, вся эта история с Крымом длилась достаточно долго и дошла она до того самого момента, когда Потемкин окончательно смог убедить Екатеризм, что дальше продолжать. Полумеры невыгодной империи, все это обходится очень дорого, результата мы не достигаем и все эти полунезависимые государства, все эти непризнанные, но непонятные крымские ханства, надо с этим заканчивать, надо просто забирать Крым себе, Крым наш. И очень осторожно принимается сначала секретный, несколько месяцев он не публикуется, указ императрицы о включении Крыма из сопряженных территорий в состав Российской империи. Указ подписан, у Потемкина развязаны руки, он и дипломат был хороший, не только гениальный администратор. Потемкин ведет точечные переговоры с крымской элитой, каждого из них уговаривая перейти по одиночке на сторону России. И в конце концов, к моменту обнародования указа, когда Потемкин решает, что момент настал, очень красивая сцена, Крым, горы, вершина скалы, флаги, палатки, гвардейцы. И вот на вершине скалы вся крымская элита, крымская знать добровольно присягает императрицу. Императрица представляет Потемкин. Ветер, прекрасный вид на Черное море. Красота. Без единой капли крови Крым стал российским. Без единой капли крови именно на этом этапе перехода от независимого Крыма, Крым как часть Российской империи. Кстати, по ходу узко-турецкой войны было много интересных моментов. В частности, не только Крым, но и чуть Ливан не стал нашим. Вы не поверите, но это так. В 1773 году ливанский шейх некто Юзеф по национальности Друз обратился за помощью к России. Преяснения со стороны османов ему, видимо, осточертили. Русские рядом в Средиземноморье приплыли и после месячной осады Бейрут пал и стал российским. Ливанский шейх официально обратился к Екатерине Второй с просьбой присоединить Ливан к России на правах либо губернии, либо вассальной территории. На тот момент почему-то рядом с Екатериной не оказалось Потемкина или в Ливане не оказалось Потемкина. Ей насоветовали, что все-таки Ливан это что-то совсем далеко, нет общей границы и содержать его, поддерживать эту российскую территорию будет экономически очень накладно. Это будет очень по-британски, а все-таки Россия никогда не заводила колонии оторванных от своей территории по британскому образцу. Екатерина отказалась от Ливана, поблагодарила за доверие, как говорится, сказала нет-нет-нет, чем могу помогу, но вы сами пожалуйста дальше. Итак, Ливан не стал нашим, а жалко. Представляете, сколько история бесконечных конфликтов 20 века вокруг Израиля, Палестины, Ливана, Сирии это значительная часть современной истории. И вся эта современная история могла бы быть совершенно иной, если вы можете себе представить Ливано-Сирийский Орданский федеральный округ. Если бы Екатерина приняла тогда другое решение, кто его знает. В 1774 году в деревне Кучук-Кайнарджи будет подписан мирный договор, который признает как раз поначалу независимость Крыма. По этому договору Турция много чего России пообещала, но мало чего сделала. Например, пообещала заплатить контрибуцию за искупление своей агрессии, что Турция напала на Россию. Я напомню, Турция, а не Россия. Но денег не заплатила, тянула, мутила. Все это привело к следующей стадии русско-турецкой войны, после которой, собственно, Крым, Краснодарский край, Северное Причерноморье все это окончательно и стало нашим. Да, кстати сказать, не могу не отметить один момент. После подписания спустя уже 10 лет официального договора между Россией и Турцией, признававшего вхождение Крыма в состав Российской империи, не последовало никаких санкций со стороны мирового сообщества. Единственная страна, которая чуть-чуть побухтела, это была Франция. Что-то она там выразила какое-то на эту тему недовольство. По поводу чего? Министр иностранных дел, тогда это назывался президент коллегии иностранных дел, Иван Астерман, сын того самого замечательного Андрея Астермана, о котором мы много говорили в предыдущих лекциях, вызвал к себе французского посла в Петербурге и напомнил ему, что в свое время государиня императрица Екатерина, цитирую, изволила беспристрастно и равнодушно взирать на завладение Франции Корсики, а посему ожидает столь же беспристрастного и равнодушного отношения французского короля к присоединению Крыма к России. Вот так, сколько мы в 20 веке не пытались соблюсти правила чести в международных отношениях, взирая максимально беспристрастно, насколько это можно, хотя, конечно, в сердце все кипело, на нарушение западной договоренности по продвижению НАТО на восток, включение в состав НАТО стран Восточной Европы, включение в состав НАТО бывших республик Советского Союза, на варварский раздел Югославии, сопряженный с войной и гибелью десятков-десятков тысяч людей, на совсем уж вопиющую историю в Косово, на свержение хороших или плохих, но законных руководителей во многих государствах, нам никогда не отвечали взаимностью. На любое наше действие, каким бы тысячами юридически обоснованных бумаг оно не прикрывалось, какими бы референдумами, обращениями, многократно усиленным соответствием всем нормам сегодняшнего, вчерашнего и завтрашнего международного права. Я имею в виду эпизод с Крымом, либо же эпизод чуть более ранний с поддержкой России и братского осетинского народа во время агрессии со стороны Грузии. Никогда зеркального отношения к нам не было. Никогда. Я думаю, почему? Не потому, что тогда законы чести работали, а сейчас нет. Просто тогда Россия была достаточно сильной, чтобы требовать соблюдения законов и чести. О международных отношениях это все по-честному, все по-простому. Сильный всегда прав. Если мы хотим, то бы к нам относились так же равноправно, беспристрастно и равнодушно, как во времена Екатерины, когда она щелчком по носу французскому королю указывала, как ему вести себя по отношению к России, добиться это очень просто. Надо быть такими же сильными, как была Россия во времена Екатерины. Это отступление. Но я уверен, у нас еще все впереди. Что произошло с крымскими элитами после присоединения? Обращаю внимание, Россия, как всегда, действовала здесь мудро. Всем крымским татарам всем дали соответствующие равные права в России. Крестьяне стали крестьянами, но крепостного права в Крыму не было, они остались государственными крестьянами. Дворянство, крымско-татарское дворянство получило все права российского дворянства. Все землевладельцы, все, кто владел землей, все эти права были подтверждены и они сохранили свои земельные владения в составе России. Никаких ограничений в части вероисповедания, никакого естественного преследования правоверных. Пожалуйста, молитесь, строите мечети, делайте, что хотите. Империя за многообразие. Единственное, что земля, которая принадлежала самому крымскому хану, вассалу Турции, а также земля тех крымских феодалов, которые не захотели перейти в русское подданство, а эмигрировали в Турцию, ну, вы сами виноваты, все как в 2014 году. Эта земля стала имперской собственностью. Вы сами ее бросили. Земля брошена быть не может. Как и впоследствии, спустя 250 лет, сразу же после присоединения Крыма началось развитие этой территории, строительство городов, стали составляться планы полуострова, планов нормальных не было, геологические исследования, печатались книги, кстати, книги печатались и на татарском, на турецком, арабском и персидском языках для распространения в Крыму среди местного населения. Строились новые здания. Мы привыкли к греческим названиям городов Северного Причерноморья. Севастополь, Симферополь, Херсон, Мелитополь, Феодосия, Евпатория. Вот эти города обретали греческие названия, либо восстанавливали старые греческие названия с большой перспективой, проектом и воссозданием Византийской империи. Это следующий шаг Потемкина, следующий шаг императрицы. Кстати, под особой опекой Потемкина находилось и строительство Севастополь. Севастополь, в переводе с греческого, там есть разные варианты, это либо величественный город, святой город, город, достойный поклонения. Он, собственно, таким и стал южная столица России, по крайней мере, точно главная южная военно-морская база России. Нам казалось, что крымский вопрос решен, но туркам так не казалось. И, как всегда, Турция попыталась взять реванш. Спустя буквально несколько лет, 1787 год, начинается новая турецко-русская война, опять Турция нападает на Россию, война, которую назвали Потемкинской. Подзуживали турков, естественно, англичане, подзуживали французы, все им обещали помощь. На нашей стороне были австрийцы, но, как обычно, все в этой войне пошло не так. Сначала австрийцев немного турки потеснили, но потом в дело вступил Суворов, в дело вступил Потемкин, в дело вступил Ушаков, и прозвучали те самые триумфальные имена, которые должен, собственно, помнить у нас каждый школьник. Рымник, Факшаны, Очаков, Измаил. В 1791 году на территории современной Румынии, там была русская база, территория, управляемая Потемкиным, в Яссах, подписывается очередной Яский мирный договор, по которому за Россией окончательно закрепляется все Северное Причерноморье, весь Крым, Кубань. Граница с Османской империей отодвинулась до Днестра, значительно укрепились наши позиции на Кавказе и на Балканах. Авторитет России, как мировой сверхдержавы, взлетел до небес. Кстати, накануне подписания этого договора Потемкин скончался, и я уверен, что если бы Потемкин остался жив, наши границы отодвинулись бы еще дальше, и много новых, замечательных земель и народов оказалось бы в составе Российской империи. Потемкин был хорошим переговорщиком. Возвращусь в Польшу. Долго можно говорить о разделах Польши, о первом, последующем за ним вторым разделом Польши. Я бы отметил только два момента, о которых постоянно сейчас забывают. Ни один из разделов Польши не был инициативой России. Россия абсолютно устраивала единая Польша. Польша, находящаяся в составе союзнического блока и управляемая адекватным, приятным, понятным нам монархом Станиславом Понятовским, который, кстати, был настоящим польским патриотом. Делить Польшу хотела Пруссия и Австрия. У них аж, так сказать, слюнки текли. Что оставалось сделать Екатерине? Нужно ждать, пока Польшу разделят и русские земли, казавшиеся в составе Польши когда-то вместе с Великим княжем Литовским, земли, населенные на 99% русским населением, православным населением, малороссами, белороссами, хотя никто таких белорусов еще не звал, малороссами, русскими. Эти земли оказываются в составе Пруссии, в составе Австрии, в составе сугубо германских государств. Нет. Екатерина вообще была хороший дипломат и стратег и тактик. Очень пунктуально на карте провела в жестких переговорах со своими закадычными друзьями германцами линию, по которой в составе Российской империи окажутся только земли, исторически считающиеся русскими. И в нашем общественном понимании, понимание еще со времен Ивана Третьего, Ивана Грозного, великих московских князей, наши великие князья называли себя государями всея Руси. Это был титул, не обозначающий нынешнее состояние дел. Каким там государем всея Руси был Иван Третьев? Русь тогда молодая, только росла, только укреплялась, еще не дошла до Смоленск. Конечно, это была заявка и на будущее Киев, и на Смоленск, и на земли исконных русских западных княжеств, Малая и Белая Руси. Поэтому Екатерина так и говорила, я не взяла ни одной пяди исконных польских земель. Этот грех будет на Пруссаках и Австрийцах. Я только получила назад русские земли, и все. Интересное отношение Екатерины с революционной Францией. Кто в молодости не либерал, у того нет сердца, кто в старости не консерватор, у того нет мозгов, как известно. К старости Екатерина стала очень большим консерватором, ее консерватизм, конечно подпитывался всей этой французской историей. С террором, казнью короля и королевы, безумным якобинством во Франции. И Екатерине все это очень не нравилось. Она вообще выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции, самой первой, и говорила, ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархи. Я с моей стороны готова воспротивиться всеми силами. Нам пора действовать, нам пора приняться за оружие. Она отказалась от всех заключенных с Франции договоров. Она выслала всех подозреваемых в симпатиях к якобинцам и к французской революции из России. Не посадила, не отправила в Сибирь, просто выслала. Она выпустила указ о возвращении, строгий указ о возвращении из Франции всех русских, временно там проживающих. Пропиарилась по всей Европе как главный враг революционной Франции. При всем при этом, естественно, она так активно выступала против мятежников французских, этих бунтарей, что все монархи Европы и аплодировали, совершенно позабыв, что в этот момент происходит с Польшей. То есть Польша как-то уже выпала из внимания. И что дальше сделала Екатерина, которая вот я встану во главе антифранцузских сил. Что сделала Екатерина? Ничего не сделала. Ни один русский солдат при Екатерине не отправился на войну с революционной Францией. Она использовала все возможные отговорки и проволочки, чтобы не ввязываться в войну, которую начали монархи Европы против Франции. На словах она жестоко осуждала революционеров. Мне кажется, это самый правильный подход. Пусть они воюют сами друг с другом. На Кавказе Грузия при Екатерине знаменитый Георгиевский трактат. Восточная Грузия становится ближайшим союзником и вассалом России, обращается за помощью, за протекторатом к Екатерине. Надо понять правильно, что Грузия тогда и Грузия сегодня совершенно разные вещи, потому что Грузия тогда особенно это не мононациональное государство. Грузия это название территории, которая населена разными, иногда близкородственными, иногда не очень близкородственными, но разными народами. Сама территория Грузии, горные, долины, горы, ущелья, она предопределяла определенное разделение между этими народами и определенную разную историческую судьбу и разную природу прихода этих народов на эти земли. Поэтому Грузия входила в состав России добровольно, поэтапно, по мере давления агрессоров. Агрессорами выступали кто? Ну, естественно, турки и, естественно, персы. Почему? Ну, в первую очередь, потому что это не только другие государства, но это и другая культура, это другая религия, это очень важно для того времени. Это отношение к православным, как к вероступникам, которых надо за это наказать, в Блиссе надо сжечь, что и делали тогда. И все это подталкивало грузинские княжества, грузинские царства, к единоверцам, к России. Конечно, мы относились к грузинам как к братьям всегда, близким, родным, понятным нам людям. После того, как персидский шах в 1795 году торся в Грузию, вот сжег как раз Тбилиси, а к этому моменту восточная Грузия это уже официальный вассал Екатерины, в соответствии с нашими союзническими обязательствами был отправлен корпус против Персии. Наши войска взяли штурмом Дербент, они подавили все сопротивление персов на территории современного Азербайджана, заняли Баку и готовы были уже к концу года вторгнуться в Персию. Далее предполагалось, что брат того самого малоприятного последнего Екатерининского феврорита Платона Зубова Валериан Зубов, командующий этим корпусом, во главе небольшого довольно отряда в 20 тысяч солдат, но отряда очень боевого, должен будет вторгнуться на территорию Персии и пойти с востока в сторону Стамбула, в сторону Константинополя. Тем временем с севера со стороны Балкана Константинополь начнет наступать Суворов. Таким образом турки будут взяты в клеще с двух сторон и над Константинополем от Святой Софии воссияет православный крест. Всем этим планам не суждено было сбыться, потому что Екатерина умерла, Павел отменил сразу же Персидский поход, Валериан Зубов был отозван, кстати, был самый приличный из всех братьев Зубовых, настоящий боевой офицер. Корпус экспедиционный был расформирован и все наши войска выведены из-за Кавказии. Жаль. На Дальнем Востоке при Екатерине официальный состав России наконец-то входит Чукотка, но входит на совершенно особых условиях, я обращаю внимание. Чукчи были освобождены от всех видов налога на долгий период, по-моему, лет на 10. И дальше у них был налог абсолютно символический. Чукотским старшинам были выданы специальные имперские знаки, которые они разместили везде на побережье. Я вообще не знаю, в каком они были виде, может, камни какие-то особые, бронзовые звезды, орлы. Это было не случайно, потому что вдоль побережья уже стали ходить английские и французские суда, приглядываться к северной части России. Поэтому прямо на берегу стояли знаки «Это русская земля». И далее Чукчим было сказано «Так, ребят, живите, как живете, будут проблемы, мы вас защитим». Все самоуправление на территории Чукотки было полностью старым вплоть до 1930-х годов, вплоть до моментов, описанных в фильме «Начальник Чукотки», когда там стали появляться оленеводческие колхозы и совхозы. А до этого момента жили Чукчета, старинки, как всегда. Ну, а если были проблемы, обращались к старшим товарищам и им помогали. Такой был имперский подход. Мы не вмешиваемся во внутренние дела. Колонизация и Алиутских островов, и Аляски тоже началась при Екатерине II. Завершится она полностью уже окончательно при Павле и Александре I, кто эти бескрайние просторы нам оставил. Надо сказать, что историография Екатерине не так везло, как кажется. В имперские времена, конечно, она была Екатериной Великой. Однако, советская историография слово «Великое» отрезала, и она опять стала Екатериной II. При этом она была императрицей вроде бы успешной, но при этом жестокой крепостницей. дело Салтычихи подавали как странное исключение, а скорее как характерную черту ее правления. Она была крепостницей, которая, конечно, беспощадно подавила Пугачевское восстание. Даже внешнеполитические военные победы Екатерины, знаете, как либералы, говорят о том, что Красная Армия победила Гитлера вопреки Жукову, Сталину и Советскому режиму. Также у нас говорили о том, что выдающиеся полководцы Екатерининской поры, Екатерининские Орлы, Суворов, Ушаков, Румянцев, Кутузов из последних сил вопреки безумным приказам из Петербурга отстаивали национальные интересы нашей страны, добивались побед, несмотря на постоянные интриги и противодействия при дворе. Пушкин назовет ее тортюфом в юбке, намекая на то, что была она лицемерной и либеральной демократической сентенцией, которые излагала в переписке с французскими просветителями. Все, что она говорила публично, никак не соотносилось с ее практическими делами. Последним гвоздем в репутацию Екатерины стала какая-то странная до забавности песня нашей замечательной группы Любе, которая обвинила ее в продаже Аляски. Екатерина, это была не права, пел Николай Расторгуев и теперь естественно подавляющая часть народа нашего уверена, что Аляску зачем-то продала американцам Екатерина. Давайте разберемся, что произошло за 34 года правления Екатерины. начну с самой цифры 34 колоссальный срок. Это больше, чем кто-либо был в новое новейшее время в голове нашей страны. Это гораздо дольше, чем Сталин, как там не считай. Это в два раза больше, чем Брежнев. Это половина срока всего Советского Союза. При этом Екатерина пришла к власти уже сложившимся человеком в зрелом возрасте 33 лет. При Екатерине Российская империя, продекларированная Петром, наконец-то полностью сложилась как устойчивая держава и как держава великая. Когда мы говорим о империи, тут важно подчеркнуть следующее. Понятие империя и понятие монархии это красное и круглое. Это вещи совершенно из разных вселенных. Империя может быть по форме правления и республикой, и конституционной монархией, да хоть джемахерии, неважно чем. Империя это форма совместного проживания народа многонационального и многоконфессионального, на огромные территории. Это форма общежития. При этом для существования империи необходимо несколько важных принципов. Первое, множество народов, этносов и множество религий. Второе, большая территория. Третье, сверхидея, привлекательная идеология и привлекательная культурная модель. Это тоже очень важно для любой империи. Все эти принципы сложились вместе при Екатерине. Империя при Екатерине стала объективно газообразной. Она получила импульс к постоянному саморасширению. Поскольку Россия расположена в сложном месте, она не на острове, она не на отдельном континенте. Ее не защищают два океана, как Соединенные Штаты, ее не защищают моря и проливы, как Англию, ее не защищают горы, как Испанию. Россия постоянно находится на пути движения воинственных соседей. Объективно, единственный способ удержаться, будучи на перекрестке этого движения, это либо возводить постоянно гигантские стены, засеченные черты. Пытались это делать, Иван Третий, Иван Грозный. Пытались защищаться от крымских татар, от ордынцев. Строили форты в Кронштадте, защищаясь от англичан и от шведов. Это требует колоссальных ресурсов. Поэтому получалось так, что единственная форма самозащиты Российской империи, это ее постоянное газообразное расширение с дружественным включением и поглощением соседей, которым мы предлагали как раз передовую, интересную и выгодную для них форму сосуществования. Элиты интегрировали даже с большими правами, чем имели элиты коренные и коренное население. Возвращаясь к Екатерине, она декларировала себя стопроцентной преемницей деяния Петра Первого. Как Сталин декларировал себя преемником Ленина, ну и все последующие вожди, как Александр Первый скажет впоследствии, при мне все будет как при моей бабушке Екатерине, так Екатерина образцом своим полагала Петра Первого. Прекрасным свидетельством такого подхода стал воздвигнутый ей в Петербурге невероятный монумент Медный всадник, памятник Петру с надписью посвящением Петру Первому, Екатерина Вторая, Вторая Первому. В лаконичности и даже какой-то стихотворной гармонии этой фразы прямо вшита декларация прямой преемственности. Перечислю теперь главные итоги правления Екатерины. Первое. Рост страны. Россия выросла невероятно по площади, вхождение самых восточных территорий вплоть до Чукотки и полноценная демаркация границы с Китаем. На юге на Кавказском направлении добровольное вхождение Грузии и завоевание будущего Азербайджана, отвоевание его у Персии. На Западе это, конечно, частичное приобретение шведских территорий в результате нескольких традиционных шведских агрессий против России. Они каждый раз теряли часть своей земли. И поглощение Литвы, Западной Белоруссии, Западной Украины, части небольшой польских земель, окончательное поглощение Курляндии, части Латвии. Ну и, наконец, самое главное на Юго-Западе решение многовековой проблемы России. Крым, Кубань, вся современная Новороссия, все при Черноморье, богатейшие, плодороднейшие земли, которые всегда были на протяжении долгих веков источником страшной головной боли для России. Эти земли, по сути, без единого выстрела кооптируются Екатериной в состав империи. Повоевать пришлось потом с их патронами, с Турцией, ну куда уж ждеться. Здесь турки на нас нападали, не мы на них. Рост населения. Екатерина приняла страну с населением по разным оценкам от 20 до 24 миллионов человек. К концу ее правления население превысило 37 миллионов. Рост почти в два раза. Россия стала самой населенной страной в Европе. Да, в определенной степени рост населения был вызван присоединением новых территорий, но не только. И население исконных центрально-русских земель тоже росло. Сравню с Петром. Петре, я думаю, посчастливится поговорить в отдельном лекционном курсе. Но, к сожалению, правда такова, что к концу правления Петра население России значительно сократилось в силу многих обстоятельств. При Екатерине оно почти вдвое выросло. Мы говорим о том, что при Екатерине максимума своих прав и привилегий достигло дворянства. Это действительно так. Вольность дворянства, задекларированная и узаконенная ее супругом Петром III, подтвердилась при Екатерине и дальше привилегии дворян только расширялись. Дворяне изначально люди служивые, которые обязаны служить в армии. Петр I сделал эту службу пожизненной, позднее ограничили 25 годами. Петр III и Екатерина отменяют обязательность военной службы вообще, то есть дворянин может заниматься чем хочет. Гражданская служба, управлением имением, науками, чем угодно. И только в 1874 году с введением всеобщей воинской повинности дворяне опять утратили право не служить в армии. То есть они стали служить в армии наравне со всеми другими категориями сословиями Российской империи. Укрепление вертикали власти, укрепление всей системы управления империей безусловная заслуга Екатерины. Хорошая, продуманная и во новом сохранившаяся по сей день реформа административного территориального устройства. Как у нас сейчас федеральный округ, область, район, так и при Екатерине было. Генерал-губернаторство, губерния, уезд, в городе, соответственно, районы и кварталы. Мало что изменилось, неплохо было задумано. Все это, естественно, приводит к росту геополитической мощи авторитета страны, превращая ее в одну из великих держав той эпохи. Передовая культурная политика еще одна очень важная черта подлинной империи. Открытие Эрмитажа, первой публичной библиотеки, покровительство искусством, развитие Академии наук и Академии художеств, создание сети учебных заведений, успешная политика в сфере массового здравоохранения. Еще раз напомню, Россия первая в мире провела эффективную кампанию по вакцинации против УСПЭ. Ну, конечно, не будем идеализировать, было и много проблем, в первую очередь проблемы в части экономики. Екатерина не была великим экономистом, но, скажем откровенно, в России тогда вообще не было никаких экономистов, ни хороших, ни плохих. И в этой части, к сожалению, большому Россия отставала. Сохранение крепостного права не давало возможности развиваться промышленности. Екатерина не мешала предпринимательству, но не особо помогала, как-то она не очень верила в бизнес. Более того, она не поощряла, когда предпринимательством занимается дворянство. Считала, что дело дворян служить государству. Екатерина не понимала принципов индустриализации и механизации. Она вообще не очень верила в машины. Считала, что заводы с большими сложными механизмами, как в Англии, неестественно, они отнимают у людей работу. Конечно, это была устаревшая точка зрения, которая не говорит о Екатерине, как о стороннице высоких технологий. Еще одной проблемой стала полная разбалансировка финансовой системы. Екатерина вслед за Петром сначала отменила, а потом снова ввела бумажные деньги ассигнации. Это была мера разумная, прогрессивная. Она оживляла торговлю, упрощала расчеты. Но, к сожалению, мало и плохо, что понимала Екатерина о таком понятии, как инфляция. Инфляция вообще вещь такая. Стали понимать, что такое только после 91-го года. У Стругацких в обитаемом острове заброшен на остров с земли наблюдатель-управленец рассказывает прибывшему из коммунистического далекого космонавта, который пытается бороться за народную справедливость. А ты вообще понимаешь, что такое инфляция? Такое ощущение, что Стругацкие сами не очень понимали, что это было что-то такое буржуазное и страшное. Так вот, Екатерина тоже не понимала, что такое инфляция, поэтому печатных денег производилось очень много, цены росли, рост ВВП и товаропроизводства не успевал за появлением новых-новых ассигнаций. И масса была проблем. Отменив запрет на экспорт зерна, введенный при Елизавете, и включив печатный станок, Екатерина пришла к тому, что за годы ее правления цена хлеба увеличилась почти в 10 раз. В 10 раз. Хлеб было выгодно продавать за рубеж, невыгодно продавать внутри, соответственно, цены на него на внутреннем рынке росли без остановки, а это главный базовый продукт тогдашнего потребления, зерно, из него делалось все. Реформы, и война, и флот, все это требовало до сходов, поэтому государственный долг при Екатерине рос постоянно и к концу ее царствования достиг огромной суммы в более 200 миллионов рублей. К счастью, долг этот был в основном внутренним. У Екатерины хватало понимания, что деньги надо занимать внутри государства, через внутренние заемы, в том числе у дворянства, не занимать их за рубежом. Ну и, наконец, фавориты, родственники, ближайшие приближенные, старушка милая была, как писал Пушкин, и добрая. Денег на близких людей не жалело. На чины, награды, поместья, крепостных, особенно, к сожалению, на фаворитов. Все это ложилось с тяжким временем на экономику и на финансы страны. Эти перекосы, носившие, как мы видим, не только объективный, но и субъективный характер, имели очень жесткие побочные эффекты. Деньги надо откуда-то брать, гайки закручивались, дворяне Екатерину боготворили, крестьяне, рабочие, прикрепленные крестьяне к фабрикам ненавидели, не понимали, боялись. И страшная пугачевщина, прямой результат такого несправедливой, неправильной и безумной экономической политики. Екатерина сделала из нее правильные выводы, но только в части административной реформы и в части увеличения прав местного самоуправления. Экономических выводов сделано не было. Впрочем, большое видится на расстояние, плюсов в правлении было гораздо больше, чем минусов, подтверждением, чему является свидетельство историков совершенно разных убеждений. Я приведу несколько характерных мнений историков, публицистов XIX века, которые ни в чем не сходились, пожалуй, кроме оценки деятельности Екатерины. Откровенный либерал, один из наиболее яростных критиков самодержавия и ультразападник Чаодаев. Царствование Екатерина носило столь национальный характер, что никогда ни один народ не отождествлялся до такой степени со своим правительством, как русский народ в эти годы побед и благоденствия. Вот так. Славянофил Хомяков, сравнивая царствование Екатерины и ее внука Александра, при Екатерине Россия существовала только для России, а вот при Александре она делается какой-то служебной силой для Европы. Хомяков подчеркнул, подчеркнул, весьма разумно, политика Екатерины была совершенно прагматичной. Хорошо то, что хорошо для России. Александр пытался создать всеобщее благоденствие, систему сдержки противовесов в целом в Европе. Это делалось вопреки национальным интересам. Декабрист Бестушев, я приведу редкую, большую цитату, прислушайтесь. Екатерина II словом и делом ободряла просвещение, размножила училища, основала Академию Российскую и тем же пером, коим решала судьбы государств, писала русские стихи, собственным примером вливая жар соревнования в подданных. Заслуги Екатерины для просвещения неисчислимы. Все лучшие наши писатели возникли или образовались под ее владычеством. Ну, в каком-то смысле Екатерина действительно задала тон русской литературе. Из ее записок, сказок, пьес, может быть, не самых талантливых, она иронично к этому относилась и писала «Мое очередное неудачное подражание Шекспиру». Без этого бы не было Пушкинского Бориса Годунова. Екатерина не была от рождения каким-то признанным гением. Она не обладала теми фантастическими личными качествами, которые мы приписываем Бонапарту, Александру Македонскому, Юлию Цезарю. Она была человеком, который воспитал себя сам, таким типичным селф-мейд-квин. «Екатерина не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Ум у нее был не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, такой умный ум, который знал свое место и время и не колол глаза другим. Екатерина умела быть умна кстати и в меру». Интересное наблюдение. Она была умная, но кстати и в меру. Я думаю, что мы вряд ли встретим в истории женщину, которая умела бы так тонко и умно управлять огромным государством. Я обещал в прошлый раз рассказать вам немного о личных качествах Екатерины, об ее образе жизни, который сформировал такие способности управлять государством. Она прекрасно понимала, самые эффективные приказы и распоряжения это те, которые твои подданные и подчиненные искренне хотят исполнить, исполнить их со всем рвением. Поэтому прежде, чем что-то решить, прежде, чем что-то приказать и кому-то что-то поручить, она внимательно вентилировала, как ее указания будут восприняты исполнителями, создавала систему мотивации для исполнения, иногда даже провоцировала исполнителя, как будто бы он сам проявлял соответствующую инициативу. Вот Потемкин он сам захотел присоединить Крым и Новороссию. Сам. Потом она ему это поручала. И таким образом она добивалась самого искреннего рвения подчиненных в исполнении своих пожеланий и указаний. Лично она была, конечно, трудоголиком. Екатерина на протяжении всей своей жизни вставала в 6 утра летом и в теплое время года, и в 7, самое позднее, в 8 утра, зимой либо уже в пожилом возрасте. Она никогда не завтракала. Ее завтрак это очень крепкий кофе. Примерно 100 грамм на чашку. Кофе был дорогой, редкий напиток, поэтому ее слуги не выбрасывали это кофе, а оставляли, сушили и забирали домой. Потому что на нем еще можно было заваривать по многу раз. Ну стандартная порция крепкого эспрессо это вот столько кофе на чашку, а 100 грамм посчитайте. Она все время сидела на диете, беспокоилась со своим велнес образе жизни. Ей на завтрак еще подавали всегда традиционно такие хлебцы с сахаром, либо с джемом, с вареньем, но она их никогда не ела. Скапливала своим собачкам либо просто отдавала слугам пусть лакомится. Только кофе. Обедала она обычно в традиционное наше обеденное время, там в час-два. До этого все время работы, то есть вот с 6 утра и до 2-х это у нее полноценный рабочий день. Доклады, совещания, как бы сейчас сказали, работа с документами, письмами, указаниями. Только кофе. Обед очень короткий, это не традиционная русская трапеза на 2 часа и потом еще 2 часа поспать, как в допетровские времена. Нет, обед максимум час, всегда очень простой. Единственное лакомство, которое себе позволяла Екатерина, это фруктовое желе, а так обычно вареная говядина, огурцы, овощи. Очень простое, очень полезное. Работала от часов до 6, с перерывом на фитнес, об этом я еще расскажу отдельно. Ну и вечером ужин легкий, для нее вообще без еды, потом партия в карты, побеседовать. В преклонных годах она очень увлекалась вязанием. Ей слух что-то читали, какие-то донесения, что-то по работе, либо какую-то умную литературу, она была небольшой сторонник билетристики, читала классику, либо что-то по истории, по географии. При этом вязала какие-то нелепости, то есть одежду для своих собачек или какие-то вещи для своих внуков, уже став бабушкой. Все время над собой потрунивала, говорит, ну знаете, у меня была французская воспитательница, она меня научила в Германии вязать, ну никто же не думал, что я стану царицей. Домохозяйка, спать в 10 часов вечера всегда, ну если вдруг любимый Гришенька, Орлов или Потемкин может чуть-чуть задержиться, потому что утром опять же рано вставать, а опять в 6 утра рабочий день, всегда. Очень терпимо к критике. Она любила, когда с ней спорили, если спорили по делу. Причем ее подчиненные этим увлекали. У нее какое-то время работал статс-секретарем, ну как бы сейчас сказали, референтом, сотрудником секретариата. Будущий министр юстиции наш великий поэт Гаврил Державин. И Державин как-то так один раз громко с ней спорил на повышенных тонах. Она говорила тихо, а он кричал, доказывая свою точку зрения, что концерксов Екатерина не выдержала, позвонила в колокольчик и вошел кто-то из коммергеров и слух и сказала, милый, посиди рядом, а то я боюсь, мой статс-секретарь сейчас так раздухарится, что еще накинется на меня с кулаками, сдержившего. Относилась к этому с терпимой иронией. Ее отдых, это езда верхом, пока она молодая, она любила проходить в день по 10-15 километров, своего рода спорт. Ну вот, пожалуй, и все. Вообще удивительно, как размеренная, спокойная жизнь, такой графикс, напряженный, но тем не менее, с 6 до 10. И при всем при этом Новороссия, Польша, войны со Швецией, войны с Персией, Восток, Крымское ханство, масса интриг, больших в европейской политике и везде успех. Поразительно. Какие личные качества Екатерины важны для нас с точки зрения еще и государственной? Ну, конечно, особое чувство патриотизма. Это было чувство нелюбви к родным березкам. У нее не было родных березок, она вообще-то из Германии. Это было искреннее ощущение того, что ей довелось управлять огромной, необычной, очень самобытной страной и долг ее как правительницы сделать все, чтобы эта страна жила более счастливой. Плюс к этому и ее слава, это слава ее страны, она это понимала, как никто. Именно поэтому Екатерина становится самой русской по практике правительницей на престоле. Она говорит везде и всегда, где можно по-русски. Она возвращает моду на русское платье при дворе. Это Екатерина первая, кто одела кокошник, кстати сказать. Петр первый искоренял все русское при дворе, и этот тренд оставался. Екатерина возвращает русское платье, старается сделать его модным. Даже воинские мундирные платья, которые она сама придумала для придворных дам, щются исключительно из русских материалов. Екатерина, конечно, не была верующим человеком, скорее всего, была таким агностиком, но при этом она понимает, где она живет, она понимает ауру, понимает, как важна вера православная для ее подданных, и поэтому методично, тщательно соблюдает все обряды русской православной церкви. Русский язык, еще раз подчеркну, она знает лучше всех ее подданных, причем как устных, так и письменных. В 15-летнем возрасте от усердия изучая русский язык буквально круглые сутки, там у раскрытого окна зимой, тяжело заболела, чуть не умерла. Она легко общается на русском с людьми всех сословий, она очень много пишет, не только пьесы, журнальные статьи, но она, например, и первый у нас детский писатель в истории, поскольку Екатерина писала поучительные сказки, какие-то зарисовки, и даже некие главы учебников, как бы сейчас сказали, такие уроки для своих внуков. Детская литература у нас тоже родилась Екатерина. Следующая черта очень важная для любого правителя, и она здесь подает нам, конечно, пример, невероятное умение разбираться в людях. Ну, наверное, для этого нужны какие-то врожденные качества, но эти качества надо всегда развивать, а вот работать над собой, развиваться Екатерина умела, как никто. Вот ее собственные слова на сей счет. Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора, а отыскивайте истинное достоинство. Хотя бы оно было одно на краю света, по большей части это достоинство скромно прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе. Вообще, Екатерина была, конечно, беспрецедентным кадровым гением. Она легко мирилась с недостатками людей, потому что умела разглядеть неглавное. Ее окружали совершенно разные люди, разные по качествам, но вот важные дела она умела доверить действительно людям правильным, профессионалам, как сейчас говорят, своего дела. Екатерина вообще поменяла вот этот тренд отношения к государю. Если раньше государь это в первую очередь страх, то есть главным образом отрицательная мотивация, не дай бог ты что-то сделаешь, то, что государю не понравится, ну и тогда тебе конец. Екатерина все время стремилась быть таким солнцем, чтобы люди стремились к ней приблизиться. Ведь раньше как говорили, надо держаться от государя подальше, непременно обожжет. Екатерина не стремилась обжигать, она стремилась приласкать. Люди хотели быть рядом с ней, мечтали получить какое-то поручение, мечтали как-то себя проявить. Она всегда стремилась хвалить публично, ругать с глазу на глаз. Как она писала, ругаю я на ушко, а награждаю громко и при всех. Кстати сказать, широко использовала материальную форму стимулирования. Вот мы все говорим, фавориты, фавориты разбогатели. Но все, кто при Екатерине обеспечивали большой успех, Румянцев, Суворов, Ушаков, гражданское управление Безбородко, ну и так далее, они все получали очень высокое вознаграждение за свои успехи. И Румянцев, и Суворов, и Ушаков, это бедные дворяне все, ну не богатые, скажем так, к концу своей жизни. Это не только увешанные орденами адмиралы и фельдмаршалы, это люди очень богатые и обеспеченные, потому что Екатерина ценила людей талантливых. Кстати сказать, Сталин, которого часто выставляют великими специалистами по подбору кадров, несмотря на лозунг «кадры решают все» и несмотря на массу правильных деклараций на этот счет, Санта постоянно делал кадровые ошибки. И так называемое звериное четье на кадры его все время подводило. Тут бы ему, как говорится, у Екатерины учиться, учиться, учиться. Одно дело говорить, а другое дело делать. К умению разбираться в людях, делать правильные ставки на правильных людей, у Екатерины прилагалось и умение общаться с людьми. Она умела слушать, внимательно, но делать самостоятельные выводы. Быть или казаться благосклонной и беззаботной. Тут отмечу еще одно ее поразительное качество. Она всегда была в абсолютно ровно позитивных отношениях со своими подданными. Им казалось, что она всегда в хорошем настроении, что ее ничто не может разозлить и вывести из себя. Ничто и никто. Она всегда в любых обстоятельствах и в любые кризисы общалась со своими подданными с полуулыбкой. Им казалось, что она всегда весела. Мне сложно сказать, что это ей стоило. и насколько это было для нее естественно, но это очень редкое и поразительное качество. Дидро, кстати сказать, у которого Екатерина купила его знаменитую библиотеку, назначив его пожизненным хранителем с выплатой зарплаты за много лет вперед, провел несколько месяцев в Петербурге, часто с ней общался и потом давал настолько лестные характеристики. Говорил, у нее непревзойденная твердость в мыслях, легкость в выражениях, невероятное знание дела, невероятное знание быта. Нет ни одного предмета, который был бы ей чушь. Все это не мудрено, поскольку Дидро ничем и никем в своей жизни, кроме своей жены, не руководил. Он, конечно, уровнем компетентности Екатерина был просто ошеломлен. Ее внешний демократизм, ее встреча с Дидро, ее широко известная переписка с Вольтером, другими французскими, европейскими просветителями. Это говорит еще о замечательном таланте вести информационную компанию. Но я здесь приведу и другой пример информкомпании, как она это делала. Где-то на рубеже конца 80-х, начала 90-х, в разгар очередной войны с Турцией, еще при жизни Потемкина, возникла угроза, что в эту войну ввяжется Британская империя, всей своей колоссальной мощью, ввяжется на стороне Турции. Опасность была очень велика. Британия давила, Британия требовала Россию остановиться. В Петербурге боялись. Даже сам Потемкин высказывал опасения, может быть, в чем-то поискать компромисса. Но только Екатерина понимала одну слабость британской системы управления. И эта слабость, это демократизм в ее системе управления. Премьером министром Британии был Уильям Питт. Екатерина, через нашего посла в Британии Воронцова, заказала профинансировать оппозицию британскую партию Вигов, чтобы они устроили Питу Димарш в парламенте и далее везде. Не хотим войны с Россией. И, во-вторых, были отпущены огромные средства на организацию масштабной пиар-компании в британской прессе. Общество британское было до такой степени наэлектризовано, что вывешивали плакаты, там чуть ли не демонстрации и пикеты были с лозунгами «Не дадим воевать с Россией». Во всех газетах писали, что война с Россией разрушит английскую экономику. Насколько с Россией выгодно торговать? Зачем нам ввязываться за этих турок ради клочка земли, то ли Крым, то ли Бессарабия? Никто не знает, где это. Британские интересы лежат в сфере выгодной торговли с Россией. Пит преследует свои личные интересы, ввязываясь в войну. Информационная кампания была отработана по полной программе. Британское правительство отказалось от планов военного давления на Россию. Думаю, что Екатерина в очередной раз усмехнувшись, поняла, насколько в тех условиях абсолютная монархия работает эффективнее, чем вот такая власть, зависящая от капитала. Важнейшее качество Екатерины — умение отделять желаемое от возможного, иначе говоря, прагматизм, умение маневрировать, оставаясь последовательной и не увлекаться идеями в ущерб реальности. Мы постоянно упрекаем ее в том, что она не освободила крестьян. Послушайте, пройдет сто лет, и ее прапраправнук Александр II, подписывая манифест об освобождении крестьян, который не то чтобы вызрел, а там уже тысячу раз перезрел, утроит охрану Зимнего дворца. Будет ночевать не в своей спальне, боясь покушения, в день перед обнародованием манифеста. В Зимнем дворце будут дежурить сменные экипажи с охраной, которые смогут эвакуировать императора и императорскую семью в случае беспорядков. До такой степени император Всероссийский, абсолютный монарх, боялся собственного окружения и боялся дворянского заговора, освобождая крестьян. Неужели Екатерина этого не понимала? Да понимала лучше, чем кто бы то ни был. В первую очередь на судьбе несчастной своего супруга, который полагал, что абсолютная монархия это все, что он может делать все, что хочет. Вот это, кстати, не понимал ее сын Павел I. И тоже впоследствии за это поплатился. При всем приятном я еще раз отмечу, в личном отношении она была очень доступной, очень демократичной. Никакой избыточной личной охраны у нее не было. Она постоянно любила гулять с компаньонками. Вот эта история, которую описывает Пушкин в «Капитанской дочке», когда Маша, гуляя где-то там по парку рядом с императорской резиденцией, случайно на лавочке встречает Екатерину. Да таких историй были десятки. Наверняка Пушкину о них рассказывали. Это была абсолютно возможная и заурядная вещь. Она всячески пыталась подчеркивать чувство собственного достоинства своих поднанных. Вот вплоть до таких мелочей. Когда, прощаясь после ужина либо после небольшого приема, она первой уходила спать, ну, все засижились вечером, а она соблюдала режим, как вы помните, она запретила людям вставать. Императрица встает и уходит, дама, мужчины продолжают играть в карты, сидите, сидите, пожалуйста, не вставайте. Адмирал, принц Нассау, заслуженный морской офицер на русской службе, после какого-то своего неудачного морского сражения, где он потерял несколько кораблей, для него, как профессионала военного, это было страшным позором, не только подал в отставку, но и отправил Екатерине все свои ордена, начиная с ордена Андрея Первозванного, Святого Георгия, он слагает себе адмиральское звание и все свои награды и покрыл свою голову позором. Екатерина вернет ему все ордена обратно и напишет, да, вы потерпели неудачу, мой дорогой адмирал, но я хорошо помню те семь случаев, когда вы одержали сокрушительные победы, они это искупают, Слава к вам еще вернется. Она умела понимать ошибки и неудачи своих подданных. Внешняя политика, ведя активнейшую и, как говорят наши оппоненты, агрессивную, а мы называем ее справедливой и эффективной внешнюю политику, в том числе по присоединению новых территорий к империи, Екатерина никогда, ни разу не оказалась в международной изоляции. Она невероятным образом, невероятным чутьем, ну и, конечно, знанием и компетенцией умела комбинировать международные союзы, всегда в любом конфликте, проявляя чудеса дипломатической эквилибристики, находить нужных союзников и никогда не быть в одиночестве. Не было такого случая с разделом Речи Посполитой, с войной с Персией, с тяжелейшей историей с присоединением Крыма, войной с Швецией, чтобы Екатерина оказалась в международной изоляции. Нет, как раз большинство общественного мнения всегда было на ее стороне. Что касается так называемого Екатерининского консерватизма и реакционности на исходе ее правления. Недавно читал нашего яркого писателя Бориса Акунина. Вот это очень стандартизованное мнение, что в юности Екатерина была либералкой, а в старости она стала страшной рекционеркой, защитницей самодержавия, вся пудра либерализма с нее смахнулась. И вот после французской революции якобы Екатерина стала душить все свободы на веков родищев душить несистемную оппозицию. Это все не совсем так. Начну с того, что после взятия Бастилии никакого подъема реакции в России не было. Французский посол в 1789 году с недоумением писал в Париж в Петербурге празднуют падение Бастилии. Не только русские, но и все проживающие в Петербурге иностранцы, немцы, шведы, поляки пьют шампанское, поздравляют и обнимают друг друга. Во Франции теперь свобода. Во-первых, все новости печатались в петербургских газетах. В газетах даже была опубликована и принята революционным конвентом декларация прав гражданина. Я где-то читал, что в одном из военных учебных заведений была организована специальная выставка, привезенная из Франции революционной литературы, в том числе и кабинской. Понимаете, что французский язык знали тогда все, кто учился в этом военном учебном заведении. И потом была свободная дискуссия по поводу содержимого этих книг. Марсельезу исполняли, правда, без слов, но музыку исполняли в присутствии самой императрицы Екатерины. Как же здесь была реакция? Журналы, газеты, публиковавшие новости из революционной Франции, не подвергались никакому преследованию. Да, тут надо отдать должное, что Франция была для России главным геополитическим противником. Все эти неприятности во Франции были Екатерине на руку. И Екатерина откровенно совершенно писала в корреспонденции одному своему многолетнему другу. Я зацитирую. Я постоянно думаю о том, как бы столкнуть между собой Францию, Австрию, Пруссию и Англию, чтобы они были чем-нибудь заняты. Она так подсуживала их к борьбе с революционной Францией. Они должны быть чем-то заняты и не обращать на меня внимания, потому что у меня есть пара неоконченных дел. Неоконченные дела в понимании Екатерины это было разобраться до конца с польской проблемой. Самое главное осуществить греческий проект, который осуществить было бы невозможно, если бы этому противилась Франция. И вот именно тогда, во время революции во Франции, возникло то поразительное окно возможности, которое и позволило бы по мысли Екатерины осуществить вековую русскую мечту, тысячелетнюю, занять Константинополь, и объединить Третий Рим и Второй. Я напомню, что внук Константин назван с прицелом на то, что он будет греческим императором в унии с Россией, и он даже в детстве учил греческий язык. К сожалению, большому это окно возможности не реализовалось по двум причинам. Ранняя смерть Потемкина и скоропостижная смерть самой Екатерины. А то все было бы возможно. Вполне. Я совершенно не вижу в этом ничего невозможного. Европа была занята борьбой с революционной Францией и точно было не до Турции и не до Константинополя. Екатерина это блестяще понимала. После казни короля и королевы во Франции Екатерина понимает опасность радикальных революционных идей, гайки понемногу закручиваются. Но даже и в этом отношении она понимает главное, что надо бороться не с последствиями, а с причинами. А причины — это идеи. И вся ее реакция на вот эту вот изданную небольшим тиражом за собственный счет книгу Радищева по счастью из Петербурга в Москву — это именно ее реакция на опасность самой идеи, которая может, на ее взгляд, расшатать самодержавие. Есть история, как ее сын Павел менее дипломатичный, мягко говоря, человек, чем мама. Вот они обсуждали события в революционном Париже. Павел говорит «Мама, я не понимаю, почему там цацкуются с бунтовщиками, со всеми этими вольтерянцами. Все это надо раздавить пушками». Екатерина вздохнула. «Сын мой, неужели ты не понимаешь, что пушки не могут победить идеи? Если ты этого не понимаешь, судьба твоя будет печальной». В разгар революционных событий во Франции уже после падения Робеспьера и якобинской диктатуры она напишет барону Гриму в письме. Я чувствую, что Франция снова может вернуться в разряд великих держав. И, похоже, она станет еще более сильной державой, чем прежде. Это может произойти в ближайшее время, но только при одном условии. Она словно предчувствовала, что это окно возможности с греческим проектом сжимается. Если во Франции появится человек смелый, дерзкий, яркий и мощный, который придет, наведет порядок и возглавит эту страну. Когда написала это молодому Наполеону было, наверное, лет 25, но он уже был бригадным генералом и спустя несколько лет возглавит поход в Италию, потом в Египет, станет консулом и пророческие слова Екатерины исполнятся. Подводя итоги, политика Екатерины была прагматичной, последовательной, твердой и всегда с отличным информационным сопровождением. Она смогла понять глубинную природу власти. Самодержавная, императорская власть, особенно в России, это невозможность реализовывать свои благие пожелания, божественное право королей, бесконтрольно диктовать свою волю. Это очень тонкий механизм балансировки, учета сдержек и противовесов. Самодержавие в России это диспетчерский пульт, это умение состыковать разные интересы разных групп элит и на этих интересах балансировать. Павел I не понял это, пытался действовать так, как его отец, правил он недолго. Хотя человек был по-своему яркий, об этом поговорим отдельно. Правил лишь 4 года. О особенностях характера и поведения Екатерины можно говорить бесконечно, но я бы еще сказал несколько слов о том, какой она была в преклонные годы бабушкой. Мне кажется, что это тоже очень важно, потому что мы все время говорим о том, что вот на старости Екатерина реакционерка Платон Зубов 20 с небольшим лет, он ей во внуки годится. А на самом деле она была очень мудрой и умной бабушкой. У нее не очень сложились отношения с сыном, но своих внуков она искренне любила. И она не только писала им сказки и делала для них расписание уроков, она истинно, пунктуально и дидактично растила из них образованных и просвещенных правителей России. Она занималась их образованием и воспитанием каждый день. Вообще, если почитать наставления Екатерины тем педагогам, которые занимались с Александром, с Константином, это очень умное наставление, это вообще образцовая педагогика. Она распоряжалась, что воспитывать внуков должны в спартанских условиях. В помещениях, где они живут, должно быть всегда холодно, в идеале 15-16 градусов, они должны быть закаленными. Спать они должны в холодном, хорошо проветренном помещении, на жестких матрасах, никаких перин, никаких мягких подушек и одеял. Постоянное купание в холодной воде здоровая еда без всяких сладостей, без хлеба, и еды должно быть этой мало. Хотя она не очень разбиралась, может быть, в промышленности в таком большом масштабе, но очень хорошо понимала, насколько важно детей развивать интерес к механике, к механизмам, к разного рода техническим новшествам. Первая в России печатная машинка, которая появилась вообще в принципе, это была печатная машинка, которую за границей заказала Екатерина для своего внука Александра, любимого, чтобы он освоил, как работает печатная машинка и не только писал, но и печатал на ней. Екатерина изобрела детский комбинезон, вы знаете, тот, в котором ходят все наши дети и внуки с лямочками. И очень этим гордилась. Она пошила эти детские комбинезоны для своих внуков, а когда узнала, что у шведского короля в семье прибавление, отправила ему выкройки с письмом «Очень полезно и тепло для северного климата». Дети не простынут в холодную погоду. Она прекрасно понимала, что есть понятие образованности, а есть воспитание качеств, силы воли. Она учила внуков мыслить свободно. Главным воспитателем Александра стал швейцарец Лагарп. Яр к этому подтверждение, это был образовывающий человек и ярый республиканец. Ярый до такой степени, что, будучи дворянином, он официально отказался от приставки «Де». Он вообще «Де Лагарп». «Де» — это несправедливо, все люди рождаются равными. Такой человек воспитывал Александра. Она делала особый упор на воспитание мужественности в своих детях, храбрости. И мне кажется, что после занятия Москвы Наполеоном в сентябре 1812 года, когда все окружение будет требовать от Александра пойти на компромисс, Наполеон же не будет завоевывать Россию, но отдать ему что-нибудь, пол Польши, какие-нибудь земли, выплатить небольшую контрибуцию, да бог с ней с континентальной блокадой, надо соглашаться. Лишь бы Бонапартий увел свои войска из Москвы. Александр ответит, тогда он останется единственным, наверное, в Петербурге, кто скажет, мы будем сражаться до последнего. Я лучше буду царем Камчатки, то есть я буду отступать аж туда, до Камчатки, чем позволю иноземцу диктовать мне условия мира. И это неожиданно проявившееся в молодом императоре решительность и жесткость. Наверное, это следствие правильного воспитания Екатерины в том числе. Все триумфы 19 века, великая русская литература, театр, искусство, все военные и межполитические триумфы, наше освобождение Европы, наши войска в Париже, Венский конгресс, Россия, жандарм Европы, ничего бы этого не было никогда, если бы фундамент этих побед не был заложен при Екатерине. Да, Петр дал вектор развития империи, этот фрегат, который на полных парусах нес Россию от победы к победе. Но Екатерина это судно оснастила, обучила команду. И посмотрите, все блестящие полководцы героев 1812 года, от Кутузова и Багратиона вниз, они все были офицерами, воспитанными Екатерининскими орлами. В заключение, хочу сказать, наверное, самое главное. Главное достоинство Екатерины было в том, что она не отрывала себя от страны. И она прекрасно понимала, что со всеми своими сверхтуманными правами на престол у нее есть только одна возможность постоянно доказывать русскому обществу свою эффективность. Только так она сможет избежать судьбы лжедмитрия, только так она может действительно остаться в веках эффективной любимой императрицей. Она поняла, что ее величие это величие ее страны, ее новая родина. Я закончу наш долгий рассказ о Екатерине Второй словами ее самой, словами из ее так называемой особой тетрадки. «Я желаю и хочу лишь блага той стране, в которую привел меня Господь. Он мне в том свидетель, ибо слава страны создает мою славу». Хорошо сказано. До новых встреч. встреч.